Сегодня все уже знают, кто у нас. На сексу еще расскажу. Игорь Витальевич Силантьев, доктор филологических наук, директор Института филологии Сибирской Академии, Российской Академии наук, плюс редактор двух журналов и плюс еще автор многих книг и филологических, собственно, поэтических. Тема сегодняшнего салона предложена Мариной Викторовной, только она уже несколько скорректирована. А эффективным результатом для меня более-менее четко проговоренные, возможно, совершенно разные концепции, подходов к изучению поэзии. Но я для начала попрошу только Марину произнести вот первое ваше. Вы помните, как первая начально звучала тема, а потом вот и как мне показать, что скорректировала? Возникло в голове такое понятие, как границы и горизонты изучения поэзии. То есть смысл был в том, что у меня все время у самой есть ощущение несовершенства анализа, привычного литератургического анализа, как мы делимся за стихи. И с этой точки зрения я говорю о границах. С другой стороны, я чувствую, что надо бы эти границы преодолевать. И в этом смысле я говорю о горизонтах изучения поэзии. Ну и мне кажется, что классический подход к стихотворению, к поэтическому тексту, все-таки связан с тем, что мы интерпретируем содержание. То есть мы его интерпретируем по-разному. Мы ищем, что акцентировано в этом стихотворении, что там, предположим, где-то на боковом фоне можно убедить, какие ассоциации у нас это вызывает, какие переживания, может быть, у нас это вызывает. Но сама фактура стихотворения остается неуловимой. И мне кажется, что вот это отсутствие методов, если угодно, проникновения в суть лиризма, я бы так сказала, это то, что, на мой взгляд, нуждается в диалоге, в каком-то совместном рассуждении, разговоре и так далее. Спасибо. Согласился бы с вашим словом «подход» и добавил бы «практики». Как-то так. На самом деле одно и то же. Я тогда просто сейчас еще про позиции проговорю, которые хотелось бы, чтобы присутствующие удерживали. То есть здесь, как бы здесь, в основе сегодняшнего дня, салон филологический. То есть, чтобы разговор был среди ученых, то есть это прежде всего Игорь Витальевич, Марина Викторовна, Татьяна Николаевна, Ольга Сергеевна, Василий Викторович. Это в чистом виде наша наука, и вот как бы вы сегодня главные. Кроме этого, у нас здесь присутствуют поэты-практики, которые их каждый сочиняет, и каждый пишет так или иначе. Ну, про поэзию не знаю, но про стихотворные тексты. Это Ирина Аргутина, поэт и выпускающий редактор «Альманаха 45-я параллель». Это Наталья Санникова, поэт и человек, берущий интервью для журнала «Урал» и пишущий рецензии для журнала «Воздух». Это Александр Самуров, поэт, плюс создатель журнала «Место», плюс тот, кто пытался найти новый язык, описывая все номера «Буловы», как вы читали. И плюс здесь у нас еще есть люди, которые, скажем так, третий тип людей, это и не ученые, и не поэты, но люди, которые так или иначе интересуются тематикой. Это Владимир Королев, руководитель, директор фонда культуры с Челябинской области. Это Надежда Мегветкина, это журналист газеты «Вечерний Челябинск», которая, спасибо ей огромное, максимально точно отписывает наше мероприятие. Это Александр Проченко, это наш наблюдатель и скептик. Анатолий Баскаков, наш неизменный вот уже создатель видеоэнцикловидии был. И Марина Мухамедьярова, это блогер библиотечный, один из сильнейших у нас в области, представитель нашей Челябинской областной публичной библиотеки. То есть этот вечер еще будет у нас освещаться в газете, на блоге, ну и, соответственно, Володя, видео, Володя еще разнесет его вот просто по культурной тусовке за пределами литературной, которая выходит. Я бы предложила варианты какие? Вариантов два на ваш выбор. Первый вариант. Небольшое ваше эссе, не ексе, а именно эссе небольшое. Как вы видите эту проблему, только еще раз попробуйте все-таки четко сформулировать, чтобы у него название было, вот в вашей интерпретации. И потом обсуждение. Либо второй вариант, один тезис обсуждения, следующее, это вы сами выбираете. Ну, если, Марина, вы не против, я произнес бы небольшой эссе, состоящий из трех небольших частей. А потом мы, зацепившись там за одно, за другое, поговорили и о чем-то следующем, и еще о следующем. У меня три тезиса, вот на настоящий момент как-то сформировались. Как я ехал, думал об этом, и сейчас, Марина Викторовна, послушаю. Первый, 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 я бы, наверное, так сформулировал. Литертроведческая традиция, ну, литертроведение это, ну, как бы что-то вот, как бы вот наука. Правда, злобные лингвисты иногда хватают нас, литертроведов, за грудки, говорят, ну, слушай, или меня, ну, ведь не наука это в вашем литертроведении, не наука, а вот мы наука. Я говорю, да бросьте вы, сходите к химикам, они вам объясняют, что такое наука. А химики пусть идут к физикам, те им объясняют, что такое наука, и ну, и так далее. То есть критериев научности универсальных, их не существует. И на самом деле, каждая наука, всякая наука, она внутри себя, ну, формирует и формулирует эти самые критерии научности. И поэтому не надо удивляться, что для кого-то теология наука, так сказать, да, и далее, и далее, и далее. Что касается литертроведения, я в свое время занимался специально языком литертроведения и других наук, как научным языком. Там в спектре анализа были язык математики, физики, биологии, экономики, и вот, значит, литертроведение. И выяснилась удивительная вещь, что вот языки естественных наук, я не говорю о математике, это неестественная наука, это другая, они стремятся к тому, чтобы зафиксировать свою терминологию устойчивых, семантических и вообще семиотических границах. Там и семантических, и синтактических, и прагматических. То есть для ученого важно, чтобы вот слово, которое он в сообществе договорились, что это термин, чтобы этот термин, он везде понимался, ну, примерно одинаково, или абсолютно одинаково, и функционировал, вот, как некоторое универсальное, ну, средство смысла порождения в этом научном дискурсе. В литературоведении ровно наоборот. Это такая наука, которая стремится к постоянному, спонтанному, даже неосмысляемому, не рефлектируемому литератроведу, литератроведами, переосмыслению и обновлению своего научного языка. И в первую очередь в плане расфиксации терминологии. И поэтому, скажем, какой-нибудь расхожий литератроведческий термин, типа жанр, или сюжет, или мотив, или что-то там еще, он в структуре работы одного большого, скажем, автора, значит, вот это. Другой, приобщаясь к этой традиции, он, так сказать, переиначивает эту терминологию и язык под себя, или в рамках своей научной теории, парадигмы, или тому, к чему он там примыкает, и так далее, и так далее. И получается, что литератроведение, оно постоянно ускользает от самого себя, как строящегося, как становящегося научного языка. То есть это наука, которая все время находится в актуальном процессе своего становления, а не в фундаментализации. Если там, я не знаю, где, в молекулярной биологии, или в химии, ну что-то открыто, так это открыто. Оно может быть пересмотрено дальше, или это там через сколько-то, но пересмотрено при помощи такого же фундаментального кирпича, который выкосит это основание и выстроит, так сказать, новое. Здесь, как мы с вами понимаем, это не так, и поэтому литератроведческие работы, голоса, результаты, они находятся в процессе актуального, постоянного и вневременного диалогического взаимодействия. Поэтому, когда мы говорим, там, не знаю, физикам, что мы актуально ссылаемся на работы Аристотеля, ну, в плане его трактатов поэтика и риторика, они поднимают шарли на лоб, потому что, ну, для них Аристотель, ну, у них, так сказать, историко-философский казус, да, великий, да, и так далее, но это когда-то что-то там думали древние греки, о чем непонятно, или непонятно, но это все не наука. Мы говорим, да нет, он в поэтике, он там, вот, я последнюю драму развел, это работающая теория, которой можно быть приверженцем, и все будет нормально. То есть, понимаете, поэтому литератроведение – это наука, которая, вот, как некая сфера, она, ну, вот, обнимает, так сказать, от Аристотеля и вот вплоть до коллег, который здесь присутствует. И, в принципе, при большом энергетическом запаре и желании можно в этой сфере очень динамично существовать и, ну, работать. Вот. Поэтому литератроведение – это наука. Но наука совсем другая, нежели, там, скажем, химия или физика, которая, конечно же, ну, как-то, в общем, развивается постепенно. Поступательно, не постепенно, а поступательно. Положение с этим самым литератроведением осложняется еще тем, и оно уникальное еще тем, что, ну, даже здесь же имеет место быть некоторое принципиальное различие с лингистикой, потому что не существует критики языка. Ну, есть эти, нормирующие, там, тенденции языковедов, которые, ну, в каком-то смысле закрепощают язык. Это культура, поддерживающая функцию лингвистики. Все мы знаем, как говорить правильно, как неправильно. Существуют словарные традиции и прочее, и прочее. Если бы этого не было, то мы бы давно уже не понимали тот язык, на котором написано стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Это запросто. Но литератроведение занимает и здесь уникальную позицию, потому что рядом с ним существует так называемая литературная критика. Или не рядом с ним, а вместе с ним, совместно с ним. Во взаимодействии ли, вот тут большой вопрос, ведь литератроведение и критика, они оппозитивны в том плане, что критика, она включена в литературный процесс. И критик – это такой же субъект литературного процесса, как автор, как писатель, как поэт и как читатель. Будь то какой-то конкретный читатель или какая-то публика. Тогда как литератроведение из литературного процесса выключено. Это не актуальное отношение к литературному произведению и результату, а, ну, сами понимаем, а наоборот, стремление увидеть какие-то закономерности в литературном тексте, в литературном произведении, в литературной традиции, в литературной практике и так далее и тому подобное. А закономерности их начинаешь видеть тогда, когда ты, возможно, максимально уходишь от субъективной позиции, которая как раз-таки составляет существо и смысл деятельности критика. Но вот и нормальный литературный проект, он старается уйти из зоны, дискурсивной зоны работы критика. И, наоборот, нормальный критик, он, вообще говоря, позиционирует себя не как литературный проект. Хотя сейчас возникло много гибридных форм, между прочим, что интересно, но, мне кажется, это больше, ну, как бы, снобизмы, пижонства, не более того. Нам об этом речь немножко впереди. Но есть проблема. Проблема заключается в следующем, на мой взгляд, скромной. Возьмем литературоведение. Литературоведение, не знаю, как было раньше, не жил, а сегодня прочитаешь, но оно не актуально в том плане, что оно занимается литературой, той, в которой все буквы большие, прописные, но оно слабо, вяло не занимается актуальным литературным процессом. И в этом, я считаю, есть большой минус современного литературоведения, поскольку я вот не буду называть имен конкретно, но недавно с одним очень крупным ученым, литературоведом об этом беседовал. Говорю, ну сколько можно писать про Пастернака, Ахматова, Цветаева, Бродского. Ну, тонны написали уже. Вы даже не читайте то, что написали другие. Там же, так сказать, идет переоткрывание велосипедов, это идет немножко в других словах, но учитывая то, что я только что-то сказал, что литературение, надо сказать, в каждой новой крупной работе, оно обновляется. И здесь, вообще говоря, сложно притянуть эти работы к одной традиции. Это очень трудно, в отличие от, не знаю, может быть, истории или лингвистики. Историографию литературения писать очень трудно. Именно потому, что идея вроде та, но написана другими словами, выражена иными, это сказать, концептами, и поэтому она уже вроде как и не та. Так вот, проблема в том, что литературение, и в первую очередь я не веду здесь, конечно, в качестве предмета поэзию, оно не занимается исследованиями в сфере актуальной поэзии. Оно не актуально. То, что вот сейчас, наверное, наданы, я думаю, скромные мнения, все-таки, вот, последние полтора-два десятилетия, может быть, и больше, поэзии, которые пишутся на русском языке, переживают расцвет. Некоторые такие вот непонятные, может быть, как бы сказать, слово флуктуация просится на язык. Но, тем не менее, вот это бурление, вот это спонтанное и организованное вот процесс движения и развития поэзиумов есть. К сожалению, и яда, череда крупных литературоведов, которые, по сути-то, и составляют, так сказать, соль этой науки, они этим не интересуются. Они продолжают заниматься теми авторами, теми произведениями, теми традициями, которые уже ушли от ту самую литературу, в которой все буквы большие. И выходят очередные монографии по Пастернаку. Ну и так далее. Ничего не смысла перебирать это все дело. Равным образом, и понимаете, какая вещь, возникает дыра прорыха. У меня есть коллега, ну не то, что у меня есть коллега, мне сразу сейчас к тому пришло много имен, много специалистов, которые говорят, да вы знаете, а у нас то же самое. То есть вот та же середина, первая половина середины 20-го столетия, ну вот эти имена высветились, которые я только что называл. Вот Игорь Лащилов, мой коллега по институту, а он столько может интересного рассказать о сибирских поэтах, вот там 30-х, 20-х, 30-х годов. Просто надо пойти, залезть в архив, маленько там покопаться, и вдруг ты видишь, ого, оказывается, что было. И это все вот, знаете, как будто пронесло. Есть огромная опасность, то же самое литература 18-го века. Мы не знаем ее, но там я в первую очередь имею в виду, конечно, эпическую традицию, прозу, романы. Это все очень интересно. У нас есть в институте замечательный ученый, Любовь Александровна Курышева, который занимается авантемными романами, причем не переводными, а сочиненными, там, во второй половине 18-го века. Там такое интересное. Это все ходульное, это все беспомощное, это все там где-то как-то сориентированное там на французскую или польскую традицию. Но это свое, это жутко интересно. И опять-таки, этого не знают даже специалисты, даже историкой литературы. Есть определенная опасность, что вот эти актуальные срезы, волны самоосуществления литературы, в том числе поэзии, так и проскочат мимо внимания литератроведов. Вот. Кого-то судьба, а надо же понимать, что мы живем как речевые личности в эпоху все-таки, как ни крути, но массовой культуры. Это вот та флагманская конструкция, которая определяет коммуникативное, простраивает, определяет коммуникативное пространство нашей современности уже на протяжении минимум 50-60-70 лет. Вот кого-то она выхватывает. Того же Бродского. И понеслось. И, ну хорошо, так сказать, автор того заслуживает. А рядом, я когда там год назад или сколько подписался в сеть, в Facebook, ну, ну не об этом же речь, но там вот в кругу моих подписчиков есть несколько историков литературы, литературе, которые из архивов постоянно выкапывают. Вот как лощуев. И там размещают. У меня глаза куда-то выпали, потому что я увидел, я стал понимать, что, ну, вообще-то говоря, даже в, если брать вторую половину 20-го века и конец 20-го века, то многие замечательные, глубокие, пролетновенные, если говорить о поэзии, поэты, так и до сих пор не увидены, не прочитаны. Не то, что читателям, не то, что собирателям, коллекционерам или другим поэтам. И поэты-то лучше знают друг друга. А вот этим самым пресловутым академическим литературе. Поэтому актуальная задача этого нашего сегмента академического литературе в плане поэзии, в аспекте поэзии стать актуальным и начать изучать, строить концепции историко-литературной парадигмы и так далее и тому подобное относительно той литературы, которая недавно родилась которая рождается, которая еще жива и живы авторы как а не так, как у нас умеют любить только когда все закончилось. Вот это актуальная задача. И знаете, как это надо регулировать? Через диссертационный совет. Потому что если, скажем, какой-то совет принимает принципиальную позицию, что надо понимать Марина Владимировна меня представляла как член этих советов, что каждый совет по защитам вообще говоря, как и журнал литературный, он ведет свою политику, формирует как бы свое то научное направление, по которому он готов брать работу. Поэтому вообще говоря, по таким направлениям нужно просто, чтобы литературические советы по защитам кандидатских и редукторских диссертации занимали отчетливую, явную реактивную позицию. Есть такие советы, их немного. Один из них это совет, которым коллега Василий Викторович защищался, это совет Тверского госуниверситета по теории литературы в частности. Я знаю, это делают, но таких мало. Но с другой стороны, понимаете, я немного еще буду. Это скажите сколько? Это первый вопрос? Да. Но я второй или третий кратко скажу. Вторая часть первого заключается в том, что критика, литературная критика и критика поэзии, как она складывается в текущей журнальной периодике на настоящий момент, она недостаточно академична. То есть литературная не актуальна, а критика не академична. Я не знаю, с чьей подачи. Видимо, есть определенные посылы, жанровые, дискурсивные посылы, которые осознаются литературными журналами, как толстыми, так и разного рода, как самопальными и сетевыми, которые заключаются в том, что ты там быстренько что-то напиши вот об этом поэте, об этом сборнике стихотворения, ну, чтобы вот галочка была, крышка. И журналы, новые номера журналов, новые выпуски журналов приходят там две-три-четыре-пять таких вот лицензий на полторы-две странички, в которых рецензенты как бы отмечаются. Структура этих лицензий, она очень похожа. То есть некоторый достаточно поверхностный такой взгляд, идущий от тематики, скажем, творчества поэта, автора или того, той книги, которую рецензенты рассматривают, идут вкрапления, так сказать, цитат из произведений, ну, и в завершение один-два опять-таки неглубоких вывода и, возможно, какая-то критическая сентенция. Все как бы отметился. Ну, рецензия вышла. Кому это нужно? Ну, создается определенная имитация нормальной критической критико-ритилатурной работы. Рецензия, на мой взгляд, скромная, она должна быть серьезнее, глубже, основательнее, и она должна иметь в виду вот эту академическую, теоретическую основательность, оснащенность, ну, как говорится, и научным аппаратом, и терминологией, и прочее. Это первый то есть. То есть должны два эти начала двигаться друг к другу. Не то, что перемешиваться, ни в коем случае, а вот через актуализацию литературного ведения поэта-логического и через разумную академизацию, не знаю, как сказать, фундаментализацию литературной критики с другой стороны. Вот этого нет. Второй тезис. Здесь я хочу согласиться и приплыть к словам, которые уже сказала Марина Викторовна, что да, литературное оно богато традицией в двух планах. это историк литературное изучение поэзии. Понятно, о чем речь идет. Там масса братьев сочинений, такой библиографический подход литературное и прочее. А с другой стороны, изучение литературных произведений как такового, как феномена. Особенно это имеет место быть в 60-х годах прошлого столетия, когда наконец наступило время свертывания и отражения такого идеологического, отгаженного литературного кровения. Одна из групп, известная в Сирнам, группа института мировой литературы молодых бахтинистов, которые его заставили живым, которые его открыли или переоткрыли, которые к нему ездили, Кожиных, Бочаров, Гачев и другие, вот они что сделали? Они противопоставили вот этому самому доживенному литературному кровению, которое в то время навсегда, казалось бы, сплелось с историко-литературным подходом, возникали разные фундаментальные труды относительно того, а был Пушкин декабристом или не был, а был бы он декабристом или если бы и кабы, ну и такие всякие штуки. Вот это был противопоставленный подход имманентного проникновения по литературным текстам произведения. Мы, к сожалению, в мае этого года похоронили Юрия Николаевича Чумакова, вот, ну ближайшего сподвижника и друга вот этой группы, они с Бочаровым, ну просто друзья. Вот ярчайший представитель этого направления, это, если можно сказать, школы, хотя это не школы, это просто созвездие, так сказать, исследователи, специалистов, которые просто, ну, испытывали внутреннее тикотение друг к другу. То есть мы отвлекаемся по мере необходимости от таких биографических и прочих данных, которые несет историю литературы, мы сосредоточиваемся на тексте и вынимаем из него, обратите внимание, посредством собственной литературической, творческой интуиции и ничего другого. Некие смыслы, которые сопряжены с произведением и интерпретатор становится когерентен и когениален, если так можно сказать, автором. Поэтому это литературе требовало гениев литературе и они себя позиционировали как гении. Ну, Бочаров. Он до сих пор и всегда будет кандидатом филологических наук. Ну, гению зачем как бы вот и когда его баллотировали, предлагали ему баллотироваться в Академию наук, значит, он там были позиции академика и член корреспондента. Я, конечно, там со свечкой не стоял, мне это рассказывали, но вот была претензия или как бы желание баллотироваться на должность академика, но а как кандидат наук, ну, Сергей Капов Григорьевич, ну, вы только мигните и любой совет, так сказать, вам, ну, все ваши работы как-то по совокупности вот да ну, видите. А другие то есть вот да, это вот эпоха эпоха литератроведов гениев, которые ну, как бы Юрий Николаевич Чумаков вот есть Чумаков для учеников его для школы, а у его созвездия да, 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 и есть Пушкин и Тючев, но Чумаков это Пушкин и Тючев, понимаете? Ну, я просто рассказываю вот черты, черты, ну, то есть это претензия литератроведения стать конгениальным литературе. Почему? Потому что я, ну, не я, я вживаюсь в эту позицию, я способен, и только я способен в силу своего гения достать из произведения смысла и явить вам ну, не тупеньким, а потрясённой публике. Так вот, этот подход, эта школа, эта, не знаю, как сказать, эта вот тенденция, она была чрезвычайно оздоровительна и полезна, и это свежие, так сказать, вот, свежие волны, да, накатили, чтобы расправиться с прежним вот этим ангажированным, заформализованным, ну, в другом смысле слова, литературением, которое просто стояло на службе у определенной идеологической задачи. Но это литературение сыграло в каком-то смысле оно переграло, перестаралось, потому что вот сейчас, я тут согласен и присоединяюсь к мнению Марины Викторовны, это всё, конечно, как было, так и есть, но не только это актуально, актуально социологическое, социологическое изучение, опять-таки, актуальной поэзии, актуальная литература, естественно, да не только актуальная литература, а то, которая уже ушла куда-то там, потому что, потому что, мы, если мы не привлекаем подход, ну, знаете, как, прагматики, вот в семиотике, который занимается знаками и знаковыми системами, есть, как бы, три сопряжённых подхода, подход семантики, когда знак изучается по отношению к тому, что он означает, вот стол, да, потом с ней тактики, когда знак изучается в том аспекте, как он сочетается с другими знаками, стол, стол и стул, да, совершенно верно, вот это стол за ним едят, вот это стул на нем сидят, и прагматики, когда знак изучается в отношении к тому, кто его употребляет, то есть это говорящие и слушающие, так вот, то же самое можно спроецировать на литературное произведение, можно изучать его семантику, в чём преуспела вот это интерпретационное литературное гениев, можно изучать его синтактику, это историю литературы, и можно изучать его прагматика, а это актуальное отношение литературного произведения к автору и к читателю, и вот только прагматика, прагматический подход способен нам объяснить, почему, ну я не знаю, там Бродский у нас этот самый Нобелевский лауреат, а Олег Григорьев у нас ну не знаю кто, ну, мир, и почему одни произведения и одни книги выходят куда-то там наверх, а другие просто и упорно не замечаются, это нельзя объяснить просто элементарными объяснениями, что вот там внимательно, публика не внимательно, тут надо копать глубже, смотреть ну вот эти социокоммуникативные основания того, как функционирует актуальная литература нашей коммуникативной действительности, повседневности, в отношении к газете, к журналу, к телевидению, к разным сетевым вот этим вот общениям и прочее, 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 прочее. Вот это актуальная задача, которой нету. Это вот тезис номер два. Ну а третий тезис, вы же меня извините, но у меня у нас головы временно вылетело, потому что я слишком увлекся этими двумя, но я вспомню, я потом добавлю. Мне кажется, что вот две актуальности налицо, литература мне должна стремиться прийти к изучению актуальной поэзии, которую она в упор не видеть, не замечает, а я это не читаю. Понимаете, ответ какой говорит литература с мировыми мнениями. Мне это, я не знаю, я не читаю, не читаю прозу, не читаю поэзию, да, потому что сосредоточено на, так сказать, классике и там, постклассике. И второе, то, что пора заниматься литературной прагматикой, чтобы понять, как вот в этой, как в этом самом современном срезе, что ли, становящейся литературы распределяются роли, значимости, смыслы, ценности и прочее, и прочее, что в итоге, что и дает некоторые итоги спустя 10, 20, 30 лет. Это то есть, вот это. Серьезно. Ну, о чем хотите-то? Ну, можно разговаривать с людьми? Конечно. вы рулите, вы очень. Боюсь, что-нибудь нарушить, потому что все равно, что я вот ощущаю в проблемах, я меньше чувствую, чем вы это обозначили, вот этот разрыв литературе, и современного актуального процесса. Не знаю, почему, потому что мы все время ездим на такие конференции, мы все время в этом варимся, у нас вот 24-25-го будет по чтению здесь большой симпозиум, ну, скажем, Маша Черняк прям будет вести круглый стол, современные и так далее. и то ли в силу того, что именно вот персонально я, предположим, Василий Викториченко, мы все время оказываемся именно среди ученых, которые заняты острейшими там проблемами, вот вышла книга, вот рефлексия по поводу этой книги на хорошем литературоведческом уровне и так далее. У меня вот нет ощущения такого-то прямо вот драматического разрыва, скажем так, литературоведения и современного процесса. То есть, ну, не знаю, тот же Ничмуренко наш с вами там по Пелевину прекрасно там Солиловски защищался и как-то это вот я не чувствую, что в этом есть какая-то ссория. Но в вопросах литературоведения вот в этом журнале в нашем академическом происходит в то время вопросов литературы. Вопросы литературы на основном литературном возрасте. А почему в вопросах литературы все время есть в нашей стране. И тогда может там печатки не печатки не печатки не печатки не печатки не Я, знаете, как хочу сказать. Вот опять же, если мы пойдем к вопросам прагматики, то змея будет кусать свой хвост, но мы все равно вернемся к классике. То есть, вот когда мы говорим об отношении или о мире отношения к произведению, вот почему одно произведение попадает там, какой-то там, условно говоря, топ, а второе нет и так далее, мы все равно оказываемся в той ситуации, где классика есть некая, некий ориентир и нерива там, если можно так выразить, и все измеряется по отношению к ним. И с этой точки зрения литература веда неизбежна, или, как бы сказать, они даже призваны и обязаны оттачивать классическую, классическую там, литерать ее какими-то шкурками, чтобы она блестела получше и так далее. И, как говорится, в чем особенность классики, в том, что ты можешь вливать в эти меха все новое и новое вино, то есть, все вроде бы то же самое, вдруг раз ты поворачиваешь и все, Евгения Онегина опять по-новому, все что угодно можно интерпретировать, как вы очень устранено заметили, вот с точки зрения своей собственной конгениальности этому произведению. Вот всегда свежим. Ну, то есть, тут вот есть какой-то замкнутый круг, на мой взгляд. И я гораздо острее ощущаю не столько разрыв критики с академизмом, а академизма с современностью, сколько может быть дефицит вообще методов, если угодно, способов, понимания именно поэзии. Мне кажется, мы все, мы все, это вот опять, вот как вы говорите, мы все литературоведы, да, мы больше приверженцы эпоса и даже стихотворения, мы будем искать семантику, мы будем искать смысл, мы не почувствуем того, ради чего создается или как создается стихотворение, почему оно принципиально другое, чем эпический текст. Я эпический текст могу представить как поэзию, ну, в смысле, может, массу примеров каких-то привести. И я чувствую, что вот это отсутствие шишки ритма, я имею ввиду умение, умение воспринимать, если угодно, поэзию, как камлания, если хотите, как, ну, это шаманство, я не знаю, что-то такое, не только семантическое, где я объясняю столы, столы, вот как вы говорите, вот это действительно масса такого литературы видения, а вот где я вдруг ощущаю ритм, биологию стиха, вот эта биология стиха, которая действует, например, на меня, как на читателя, именно какими-то биологическими со-ритмами, да, или на меня, как на литературоведа, предположим, я не могу, я не вижу способов, я не понимаю, да, я не могу найти метод, не предположим тот же, сейчас я быстро договорюсь, мы тоже в этом году, к сожалению, в конце апреля ушел Олег Антонович Горенбаум от нас, вот единственный человек, который я благотворила просто за то, что он занимался ритмом, но он это высчитывал, эти сингулярности, у него была классическая такая мысль, я ее любила, эту мысль, его мысль, что ритм не количество слогов, без ударных ударов, кометов, а это нет, это отношение, это отношение к тому золотому сечению, которое есть, то есть это девиации от этого золотого сечения, а их количество бесконечно, безмерно, и ритмом ты улавливаешь те тонкие струны настроения, того вот, той лирики, ну вот, того переживания, которое есть тебе, и тебе вдруг даровано передать это переживание, вроде бы, с помощью вот этих вот простых букв каких-то на бумаге, да, а литература зрения, методов, итогов, способов, подходов, проходите, назовите, канализу, лирической составляющей, маленький комментарий, вот, чтобы не забыть и, чтобы не закисло, по поводу вот второго кризиса, первый, первый, я с вами согласен, это зависит от территории, вот, школы, куда попал, но больше, немало, по крайней мере, того, что я говорю, на самом деле, все опять-таки, мы с Мариной Викторовной так, так позиционно, так, беседуем, она там двинет пешку, а я тут, а она там, а я тут, какой-нибудь там коня, так вот, дело в том, да, современное литературиение, оно огнено в своей методологии, поскольку, ну, интерпретативный подход себя исчерпал, всем надоело, уже в каком-то поднадоело, скажем так, ну, читать очередные гениальные прочтения, так сказать, произведения гениальных, гениальных классиков, ну, как-то, сколько можно, можно, да, ну, вот, можно опять взять и там интерпретировать Евгения Онегина, ну, сколько можно, скажем, уже, но надо расширить, ведь двадцатые годы, десятые, двадцатые годы, когда, ну, когда, вот, на широкую платформу, были поставленные на широкие ноги, пошли эксперименты с языком в поэзии, самые разные, начинают футуристов и заканчивают там, поясовцами, параллельно, ведь, возникло в лингвистике, хотя даже не в лингвистике, вообще говоря, я вот сам не позиционирую себя, что я литероктровед, и, как говорится, другим молодым коллегам не советовал бы, потому что есть единый филологический подход, филологический, господи, подход, и в рамках этого подхода методологии литератроведней и лингвистики, они должны, как правило, составлять единое целое. И поэтому плеяда ученых того времени, таких как Реформанский, Роман Якобсен, Возможно, Борис Михайлович и Эйфенбаум и ряд других, это были, вообще говоря, филологи, специалисты, которые изучали не просто литературу, а язык литературы, и изучали его на основе вот этого комплексного филологического подхода, откуда, вообще говоря, и возникло понятие лингвистической поэтики. Лиговой поэтики. Сейчас эта дисциплина во многом, я бы сказал так, никого не задену, опошлена, но не тогда. И, между прочим, сейчас она тоже в каких-то своих прекрасных образцах существует. Я хотел бы напомнить пример работы Натальи Александровны Фатеевой, сотрудник из Студу русского языка РАН, который изучает, вообще говоря, совершенно удивительные вещи. это, как сказать, есть узус, есть казус или как он там. Короче говоря, нарушения, формально-исковые нарушения в загменной поэзии, которые инкрустируются в текст поэту специально для того, чтобы, ну, в общем, передать определенное сообщение, то есть в коммуникативном плане. Удивительно интересные работы. Но она, конечно, просто смотрит, что пишет. Там будут рядом, в том числе и ее подруги, и друзья, типа там Натальи Хазаровой, ну и там, и там, и там, и эксперименты в языке поэзии. Но это есть. И мне кажется, что здесь, да, второй пример института языка знания Татьяна Евгеньевна Янкова. Замечательнейший, глубокий, отечественный просодист. Не знаю, как это назвать, но просодия разговорной речи. Она приезжала к нам на конференцию в Новосибирск. Это человек, который экспериментарно выстраивает изучение просодии разговорной речи. И параллельно, я думаю, что она скоро туда придет, как раз экспериментальное изучение просодии поэтической изучающей речи. Поэтому здесь тоже подходы есть, но они находятся пока, к сожалению, за рамками ну такого форматного литературы. Вот в чем проблема. Потому что нет соответствующих этому подходящих приборов, технических. Да еще и еще. И где эти были вот они еще в начале 70-х были. И советы не берут это, поймите. Вот вы сделаете такую работу, принесите, попробуйте ее защитить. Увы, вот проблема на развитии филологической науки в каком-то смысле в космосе вот этой вот структуры, вернее системы квалифицирования научного знания. Что, откуда это вызвано? Опять-таки диктатом сверху сбоку, сейчас я договорю, биографических структур типа ВАК. Вот есть номенклатура специальности. Хоть ты тресни, а если работа междисциплинарная, начинается, мы ее брать не будем, потому что себе дороже потом эту защиту оформить. А если работа очень глубоко междисциплинарная, ее могут зарубить где-нибудь на этапе высшей экспертизы в ВАКе, у меня на памяти есть такой случай, когда замечательную работу по методологии лингвистической терминологии, которая успешно была защищена на степень доктора наук, ее в ВАКе в спецназовете рубанули, потому что посчитали, что это работа по другому ведомству по философским наукам. Ну вот как в этой ситуации? Да? Я хотел бы попилистеречь вас от подобных экзерсисов по поводу от чего это происходит. Это несущественно. Вы правильно начали, все правильно обозначили, а это уже для бабушек из президента. Кто виноват? Почему Ленин не умер? Да, у меня не умер. Нет, не умер. Я хотел бы спецназоваться. Сначала было все правильно. Все правильно. Вы сказали основную вещь, что нужна прагматика. Прагматика это аппарат, за которым стоит институция. Марина попыталась вернуть какой-то парадокс, сказала, что змея будет только в пост. Только при этом условии. Если прагматика является змеей. Как только она перестает быть змеей, или того, по честным зверям, у которых нет хвоста, хвоста не будет. Как только мы поставим задачу, как эту прагматику институировать и через что? Через журналы, через независимые экспертные советы, не официальные варки, парки, шпаки, а что-то более подвижное и актуальное, все останется на свои места. литераведы не занимаются современной поэзией по одной простой причине. Психологически научить так. Они очень боятся продемонстрировать свою некомпетентность и в совершенную профанацию в предмете. Поскольку насколько далеко современная астрофизика ушла от учителей физики в школе, настолько современная поэзия, методологически, я имею в виду поэзия, не иерархия, до поп-арка, ушел далеко от литроведов. И как только литроведение отойдет от глупой и идиотской системе интерпретационной литературы, а интерпретация при зрении это просто демонстрация некомпетентности, а придет к прямому пониманию и поставит задачу прямого понимания, то есть адекватно. Никон гениальности это все-таки промежуточно верное решение, но только промежуточно. А адекватности восприятия текста все станет на свои места. Для этого существует практика какая-то примитивная, можно выработать и непримитивную. Как только мы поставим задачу, допустим, в рамках журнала поэтической практики и туда действительно придут люди, которые заинтересованы в том, что вы говорили. Я думаю, что вы говорили только от себя. Вы можете прийти туда, уже, возможно, пришли в свой журнал, но этого маловато. Все станет на свои места. остальное бла-бла-бла, байдар, ерунда. Если надо решать, ставится проблема, начинается решать. А пассажи, которые продемонстрируют вы, это пассажи, которые продемонстрируют только вы. Предмету не имеет отношения. К решению предмета не имеет отношения. Мы же не можем стать с вами, поэтому интерпретация неизвежна. Есть методология. Вы знаете, вот смотрите, о чем сегодня было сказано. Живой литровед, прости, господи, а умер то бывает, и живой поэт. Уникальная ситуация. С одной стороны интеллектуальный аппарат, а с другой стороны стопроцентный носитель информации. Не состыковать их, не срифмовать, не сверстать их в одно и не получить результат. Нелепо! И эта нелепость происходит на протяжении столетия. Как минимум. Все, я завершил. Большое спасибо. Снова думаешь, что журнал прям решил какие-то проблемы? Я не сказал, не журнал, а какой журнал? Журнал ничего не решает. Проблемы решает только активно портографический журнал. Все остальные журналы не решают. Сейчас очень многое усилилась тенденция в смешанном таком состоянии на границе что-то находить, из пограничного состояния сходить. психология восприятия это то, что нам сейчас нужно. И какое-то взаимодействие с психологией, с ее инструментарием сейчас важно. Я бы не согласился. Спасибо Боже нам с этими психологами. Психоаналиси психологами. А вот на новости шизоанализ есть все видеоанализы А вот адекватное восприятие я не понимаю Я могу вам продемонстрировать Если вы не понимаете можно продемонстрировать То есть мы берем текст живого поэта И вот знаете и попытаемся и начинаем начинаем для начала прозы металлогически Вы уходите в ту комнату Поэт находится здесь Он описывает что он хотел сказать этим текстом О как Подождите кто вам сказал Я так Вы как поэты это говорите Я как интеллектуровед это самое бездарное это вопрос который вообще в запрете спрашивать у поэта или писателя А что ты этим хотел сказать Вы оскорбите Вы говорите Да Татьяна Николаевна Убираете автора Только убираете автора Насчет мехов В новое вино старое меха по поводу Евгения Негина Пастернака Туда давно только мочу Ничего интерфутационного нового не происходит Татьяна Николаевна Татьяна Николаевна У поэта действительно есть Брейк Можно я не могу кричать Сейчас можно Виталий Олегович закончить свою мысль до конца Нет Вы не перебивайте когда он говорит до точки Ладно Первая часть Есть темные стороны Виталий Олегович Можно мы до конца договорим эту методологию Итак Вы читаете здесь стихотворение Продолжите пожалуйста описание до конца Нет Татьяна Николаевна Учила вас Меня не сомьешь Я просто замолкаю и у меня возникает проблема вести дальше информационный вор или не вести Надо водослушать Идет идет точное насколько возможно честное описание человека виталия там в той комнате где он продемонстрирует что он с первого раза и со второй луги черта практически не понял Поэт описывает обнаруживает не только вменяемость но и невменяемость в неких своих образах то есть он не сможет их достаточно точно интерпретировать Это темные зоны поэзии которые тоже подвергаются аналитике то есть обратная сторона луны нужно запустить только спутник то есть аппарат который будет имитировать понимание этих темных зон но все вместе мы будем подходить к пониманию что хотел сказать поэт если вы думаете что это невозможно то я с вами не согрешусь это это возможно абсолютно возможно если мы начнем начнем просто интерпретировать нормальные нормальные слова тогда у нас будет только бесконечные зеркала интерпретации у слова у слова может быть много значений но у поэтического образа поэтический образ стремится к идеальному значению к идеальному адекватному единственному интерпретации поэтического образа интерпретация это раковая опухоль она убивает образ то есть смысл этого образа убивает замечание я согласна с темой поэтического образа я прокомментирую слова Виталия с позиции семиотики я все-таки кафедры семиотики заведую на Сибирском университете Марина Владимировна представляя меня запустила самую главную деталь моей биографии я сделал кафедру которой вообще нет в стране семиотики дискурсного нарисов так вот художественный образ он противостоит в практике в практиках человеческой коммуникации он противопоставлен и противостоит знаку знак он чем удобен он универсален и всеобщий поэтому он примитивен и узнаваем и эффективен в плане коммуникации то есть слово стол оно может обозначить собой любой стол если этот предмет стол как динатат художественный образ это уникальное сочетание чего-то там и чего-то там не буду сейчас напрягать мозг свой и пытаться это сделать но каждый художественный образ он единичен он уникален и он ставит вот тут я просто с Виталином соглашаюсь он ставит предел ты его можешь принять но но его интерпретировать то есть переводить в знаковые плоскости и пытаться как бросая в него мячик смотреть по каким криториям он отскакивает но это такая самодостаточная процедура которая не имеет отношения к принятию литературного произведения как того целого без которого ты ничто потом я согласен все равно у меня остается вопрос при том что я очень благодарна Стану Леговичу что он вообще зацепил эту тему поэтического образа и вы ее доинтерпретировали как противопоставленную просто видите практика принятия литературного произведения и практика его изучить это две большие разницы они несводимы если мы тогда все равно сейчас пытаемся там гармонии алгебра поверить то есть найти инструменты которыми мы могли бы выстроить или как вы очень талантливо сказали перевести опять знаковую плоскость то непередаваемое ощущение впечатления усвоения стихотворения которое у нас есть может быть это и есть граница анализа может быть за нее и не надо заходить вот интерпетаторы они нарушили эту границу и согрешили и кони гениальные но они сейчас идет отторжение ну вот поэтому вы сказали что психология желательно ну психология на мой взгляд я никого не хочу задеть здесь присутствующих и отсутствующих но видите как литературное произведение это уникальный феномен в принципе ну только может быть физики не способны изучать поскольку нечего взвесить и измерить хотя какой-то какие-то американцы проводили какой-то конкурс произведений и значит думали-думали и сделали три номинации произведения больше 100 тысяч слов произведения от 100 до 50 и произведения меньше 50 четко так да ну даже так да я другое хотел сказать что да литературное произведение видите как когда наука берет это она видит не произведение а текст то есть фиксацию произведения в тексте при помощи этих самых знаков на определенной материальной пускай основе написано напечатано это лжение произведение сейчас я секунду договорюсь чтобы мысль прояснить и и психология что она видит в этом объекте она видит в нем свой предмет вот тут возникает эта змея которая закольцовывается то есть она видит не предмет литературы а она видит предмет психологии и отсюда начинаются вот эти сводящие лично меня с ума попытки например психоаналитического прочтения допустим великих романов простите Владимир что я прозу упомянул Достоевского кто был раскольников психоаналитического 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 и так далее какая у него была мама и какого размера половые органы были у бабушки и девушки и прочее то есть это все мимо цели это предмет другой берите историю реальные истории нарратива реальных людей и зарабатывайте на это деньги но не лезьте в литературу это как в школе помните раньше учителя суд проводили над раскольников наверное кто-нибудь здесь присутствующим были участниками или жертвами такого эксперимента то по убиванию тоже были поэтому понимаете предмет литературы литературное произведение как объект самое близкое его предмет конечно в той науке которая называется литературное правение но все равно это другое это другое одно дело общаться с человеком и принимать его сущности и смыслы или не принимать а другое дело его лечить взвешивать измерять и прочее и прочее так все науки они в этом плане они объективизируют и внещвляют литературное произведение и в этом смысле его отчуждают это совершенно очевидно и отчуждают отчуждают ну конечно так это неизбежная неизбежная процедура но выход свет в окошке есть или как там в конце туннеля есть мне кажется что живой диалог заинтересованных литературов поэтов критиков именно на каких-то таких платформах единых коммуникативных какими являются современные журналы он может и должен происходить несколько попыток такого подхода таких экспериментов они уже происходят становятся но вот мне может быть маленько непатриотично для Урала скажу что скажем вот в Ростове-на-Дону Володя Козлов Владимир Иванович доктор наук поэту ну как он исследователь лирики и сам действующий актуальный поэт он издает журнал про Суде в котором эти три начала в каком-то смысле пока интересно и продуктивно складываются два номера выше сейчас третье пошел наверняка такой журнал есть и на Урале и скорее всего это не Толстый журнал который называется Урал это что-то другое ну вот вот это и есть выход простите что за нервничею нет ну выход это опять же как сказать вот это площадки это платформы где мы можем вести какие-то разговоры на эту тему но вот так чтобы почувствовать что это вообще в принципе возможно что это проникновение в суть биологического текста вот я не вижу возможности да нужно ли это вот вот это и есть результат нашего разговора что нам это не нужно сразу не нужно вопрос заключается еще в одном в арифметике надо выяснить арифметическим алгебраевской формы сколько книг можно в пространстве выходящих можно актуализировать я не беру там всяческие нобелевские иерархии и так далее это просто несущественно а вот мы с вами можем слогать ну допустим книжный магазин может продать 50 имен поэзий этих сколько там будет русских классиков современных кто поименно не имеет значения просто он не может продать 50 имен все теперь вопрос сколько книг вообще из них можно отрецензировать в принципе раз полностью по той схеме о которой по идеальной схеме по той отметиться 2 и после этого можно переходить после ответа на эти вопросы можно переходить к практике в практике потому что если мы возьмем для аналитики неполный кластер то есть неполную информацию то есть информация будет стремиться меньше 90% это будет ложный посыл а вот если мы возьмем сможем взять 100% или хотя бы 95% но это не буду сейчас говорить что это почему так такие цифры тогда мы можем сделать правильные выводы если вообще в принципе мы сможем обработать эту схему а уже после этого если мы скажем да после этого тогда мы сможем говорить о том приступить к проблеме выработке аппарата проникновения в поэтический в данном случае поэтический текст а в прозе действительно легче изучать потому что создается иллюзия создается иллюзия вы изучаете что прозу легче понять когда например меня не понимали в детстве в союзе писателей ну в самом детстве как это вы не можете меня понять вот смотрите вот слово образ букву А вы здесь понимаете? понимаете букву Б понимаете? а все вместе не понимаете? ну так и с прозой там тоже не все не все в порядке и тоже в прозе таким же образом стоят масса прозаика которые пишут замечательные речи но еще больше сейчас в поэзии еще хорошо поэзии доходят на рассвете а в прозе существует громадная черная дыра потому что большинство прозаиков занимаются тем что они не пишут рассказы и не пишут новеллы то есть ту матрицу которая может породить настоящий новый роман потому что роман породить роман не может вот что проблема просто находится в критике именно поэтам потому что новеллы и рассказы обязательно не печатают но не потому что они такие плохие а потому что есть некая причина довольно существенная впрочем с точки зрения исторической поэтики именно новеллы и цикализация новеллы порождает роман средневековый роман причем этот процесс он спускался много раз в средневековый хотя бы Гриот считал что предположим роман порождает роман именно в русской традиции что Россия удивительна тем что у нее отталкиваясь от предшествующего романа она автор создает совершенно другой по жанру роман это бесконечный процесс реновации но вернемся на поэзию давайте опять на поэзию схему которую предложил Виталий Олегович он предложил поэтам в том числе ответ на ваш вопрос кому это надо кому это прежде всего поэтам наверное такого уровня как кальпедия другой вопрос захотят ли другие поэты стать таким потому что наличие собеседника из рассказов у него были по жизни собеседники где обсуждалась именно вот эта проблема понимания текста в кальпедии тот же самый Буштейн который об этом писал и Виталий Олегович как-то предложил чтобы поэты сделали такой эксперимент они читают стихотворения друг друга и потом рассказывают что они из этого поняли на такой эксперимент подвязался Борис Кутенков и Руслан Комодей это было несколько месяцев назад когда мы с Кутенковым ездили в автопробег это все записано на видео к моему удивлению это оказалось не решаемой задачей ни для того ни для другого то есть здесь есть прагматика какая-то способ поэтического роста как профессионализма вот этого поэтического но у меня вопрос к Игорю Витальевичу и всем остальным литературоведам а прагматик литературоведник это сегодня современного про что по отношению к поэзии или не к поэзии или к читателю то есть вот то что она сама в себе вот такая это понятно а вот продукт у нее душущипательную историю непонимание друг другом двух молодых авторов это массовое кстати просто они поняли это прагматика прагматика это ну я вот когда эту тему затрагивал это означает что надо сказать литературное произведение но мы пока за рамками оставим вот момент бога духновенности и так далее уникальности и прочее и приравняем литературное произведение к высказыванию в рамках определенной коммуникации вот вопрос понимания что я сказал это вот то что мы это и есть просто на самом деле я сейчас методологически эксплицирую сказанное Мариной Владимировной и Виталием Олеговичем то есть говорящий вообще говоря должен отдавать себя отчет в том что он сказал и кому он сказал и тот кто принимает это сообщение это высказывание он вообще говоря должен способен его понять вот схема очень простая в рамках этой схемы мы начинаем дальше ну каким-то образом операционально работать то есть смотреть на литературное произведение как на коммуникативное высказывание которое признано нести какие-то особенные смыслы назовем их эстетическими смыслами назовем их экзистенциальными смыслами я всегда говорю что лирическое событие экзистенциальное для вот героев стихотворения и эстетическое несет экзистенциальный смысл для авторского для лирического я и эстетический смысл для читателя волшебным образом переворачивается одно в другое и вот с этой точки зрения можно уже смотреть на то как встраивается или способно ли встроиться произведение в коммуникативные процессы или почему-то неспособно либо оно совсем не об этом и когда-то встроится характерная классическая схема непризнанная автора либо оно просто несостоятельное либо читатель несостоятельный либо в каком-то смысле на публике не до этого сейчас могут быть разные ситуации почему коммуникация оказалась ну как это говорят неуспешной или недостаточной совершенно верно а иногда вспыхивает и все проходит вот как есть и эта цепочка начинает работать но конечно и главное я абсолютно здесь прав с уступавшими что в основе этого должен лежать вот этот самый коммуникативный профессионализм адресат адресанта то есть того кто отправляется общение того кто говорит то есть автора по сути вот собственно вот прагматика это коммуникативная прагматика вот это что оно и должно быть оно это то что я говорю это и есть литература это техническое задание литература это некоторая организация по сути коммуникации конечно организация неясна сведения поэтому и читать тут ведь я почему-то так ругаюсь насчет того, что эти самые традиционные механизмы осуществления ученого в науке, они не позволяют прорасти междисциплинарным исследованием, потому что здесь мы имеем предметом литературу, а методология, она идет из коммуникативного, из дискуссного анализа. То есть не литератургическая методология. Это в каком-то смысле попытка ответа и на ваш вопрос. Но сопрягая это, мы приходим к тому результату, который необходим читательскому и поэтическому, литературному сообществу в целом. — Тогда можно я вернусь к практической стороне вашего рассказа про Путинькова и Камалуэра? Если мы рассматриваем треугольную схему со всеми теми означающими, предположим, у нас есть поэт, у нас есть читатель. А третий это литература, конечно. Литература берет на себя, например, функции посредника, конечно, поэтам и читателям, восполняя неумение первого донести и неумение второго посредника. — Только среднего участия. — Я, например, вам говорю. — Непосредника, ни в коем случае непосредника. — Ну хорошо, непосредника. — Ну это же вы говорите, как на уроке литературу в школе. — Нет, я пытаюсь просто понять. Если теперь мы, например, я пытаюсь инструментализовать то, что вы сказали. Если мы исключаем литературу веда, который берет на себя, не знаю, наглость, считать, что он может воспользоваться коммуникативной пробел, ну это смелость, да, и, например, поэт обладает достаточными качествами, и читатель обладает достаточной рецептивной способностью выстраивания грамотной фрагматики, то в принципе в этом процессе роль литература веда становится наблюдательной, а не интерпретационной. То есть он может тогда наблюдать. — Да, наука, совершенно верно. — И научно его фиксировать. — Это понимаете как. Вообще говоря, по-крупному счету, мой такой дурацкий взгляд для меня, как для живого литературоведа, что для нормального, коммуникативного, целенаправленного и прочего эффективного функционирования литературы нужен только автор и читатель. Ну да, вы скажете, нужен издатель, нужен критик и прочее. Ну, конечно, нужен. Это как для того, чтобы дети появились, нужен, так сказать, мужчина и женщина. Нет, нужен гинеколог, нужен роддом, нужен магазин детских вещей. Ну да, нужно, но в принципе можно обойтись такими скромными схемами. Так и здесь также. И здесь, конечно, просто надо автору быть талантливым и читать его тоже быть. — Нет, ну тогда ведь речь не только о таланте идет, но и о каких-то навыках, каких-то умениях, какой-то фрагматики, которые оказывают, что это зверство. — Классика 0-11. — А можно ее удовлетворить? — Как можно удовлетворить 11-го классика? — Опыт восприятия. — Формирует, формулирует опыт восприятия. — Это было бы очень хорошо, если бы он этим занимался. Я думаю, что в каких-то отдельных обращениях так и есть. Но мы все равно приходим как заговоренные к проблеме соотношения, соотнесения литературитной критики. — Такой зазор между поэтом и литературитом. Понимаете, поэт, он думает в рот. А мысль нам думает в голову. В голове она живет более естественно и продуктивно. Она может там размножаться. Когда мысль поступает в рот, она не размножается. Она может практически сформировавшийся ПТУшник. Которому нужно давать срок и так далее. То есть между поэтом и аналитиком просто временное пребывание мысли, разница временного пребывания мысли в благоприятных условиях. У аналитика благоприятные условия, у поэта неблагоприятные условия. Их надо, повторяя, складывать в одном. Тогда существует теоретическая возможность понять, какие такие смыслы способны и к чему призвано поэтить. Потому что поэтить, как инструмент, свои основные смыслы еще не проявила и не обозначила. Они существуют, но они не проявлены. Но они могут проявиться. А могут и не проявиться. И мы будем находиться в совершенно неандертальском состоянии, думая, что нужно читать стихи и испытывать от этого удовольствие. Хотя, если вы хотите с удовольствием, лучше не читайте стихи. Есть другие вещи. Гораздо более с интенсивным переживанием этих удовольственных рецептов. Смешались в кучу. Вам ничего не смешалось. Все становится ясно. Схема. Можно я поприсую? По колоду сюда. Вот схема-то простая, которую я предлагал в начале. Первый тезис. Я правильно поняла, что одна из перспектив, скажем так, это некоторое сближение литературоведов и критиков. По сути говоря, одна форма диалога, коммуникации между ними по поводу одного и того же текста. Да. Это первое. Вторая коммуникация, о которой говорил Виталий Олегович уже как поэт. То есть, вы литературовед, есть некто критик. Это коммуникация между литературоведом и поэтом по поводу этого же текста, по сути, понимания. И там еще появляется некоторая четвертая фигура. Совсем уж непонятно. Это читатель, который не критик, не литературовед, а не поэт, который тоже контактирует с текстом. Может быть, напрямую, без всяких подпорок в виде критиков и в виде этих. И их функция здесь у каждого своя. У критика, по сути говоря, функция это, в том числе, это развитие поэтических текстов, поэзии, может, как таковой, профессионализма поэта, прежде всего. Чтобы он сам понял, что там, куда идти и так далее. То есть, это, по сути, некоторый тренер, который накачивает ему мышцы. А литературовед в этом плане, это еще некоторый аналитик, который вот эти описания сбрасывает еще в науку для будущих поколений и для трансляции будущего, условно он говорит Это Араэльда. Правильно? И критику. Схема такова. А в чем тогда проблема? помните салон всем же путин клубом из сонина павлов аргутина санникова вот они выступали у нас валина тогда задача свести их во времени график проблема в том что вот эти как два магнита вот они без раз без различных друг другу начинают их сводить вот в этом мягких взаимодействий малых это один нет никогда не сойдутся речь идет о появлении совершенно а насчет читателя это вообще меченый ад он это несуществующие потому что он обычно то литерарет то потребитель это совершенно не стойкая структура читали вообще не существует это обозначение кого как номера такого не стойкого не выработанного что ли молекулярность систем это вообще будущее будущее в чистом виде он может стать кем угодно мне кажется что принципиальная разница между читателем литературоведом и критиком в том что читатель не собирается создавать текст по поводу текста а и литературовед и критик создают текст по поводу этого текста и тогда у них мысль как вы говорите тоже уходит куда-то вот из головы сразу формулировки вот как я это красиво или правильно или вот в стиле того журнала где меня на чатах напишу и так далее то есть на них тогда воздействует шум в канале коммуникации читателям не нужно не нужно формулировать что я и как пережил он может это просто съесть в клинике добавить не может не брать а я набрали понятие читателя вы знаете мне кажется что читатель создает текст по поводу текста но он создает его для собственного внутреннего употребления а не для представления его так сказать другим читать тогда по выгодскому есть речь внутренняя и есть то что мы но этот внутренне проекция понимаете моя внутренняя речь она если она живет у меня в голове не оформляется в письменный текст она живет хаотично то есть я могу например какое-то общее ощущение переживания зафиксировать своем сознании но репрессия вообще не свойственно населять черную дыру конечно можно населять может чем угодно и называть его там вселенной рассказывать раскрашивать читатель это не столько единицы мы называем это совершенно не стойко мы сами мы сами читать и сам поэт когда когда пишет текст он творец критик читатель вопрос только в хронометраж если есть был аппарат из измеряющих постоянно переключающихся канал как пишут как мы начали три канала раз плоскогубцами плоскогубцами раз два все да а что такое современный поэт он создает картинку если быстро переключать канал быстро даже не с помощью пульта а быстро и вот эти мелькания создают эту картину это мышление современного человека я не хочу направить но она действительно таково только нужно хронометировать и читать и тоже так так уж у него другого выхода нет воспринимать то что ему дают просто выхода нет я здесь вмешаться не будучи безусловно не владея никаким филологическим аппаратом просто хочу привести пример дело в том что он на мой взгляд ситуация которая сейчас вот рассматривается как фантастическая как желаемая который следует стремиться который описывает мне кажется она на сегодняшний день уже как-то вполне отчетливо происходит на некотором количестве площадок типа там журналах воздуха где в огромном на мой взгляд уже в огромном количестве функционируют люди которые одновременно являются и исследователями поэзии и литературными критиками и поэтами и более того здесь для меня кажется очень важным они не разделены не только функционально они не разделены территориально это одни и те же люди которые в любой момент подходят к этому означаем по значимому поэту и спрашивают его о чем угодно и разговаривают с ним находится и все что мы читаем потом как критику или как некоторое более общее исследование создается не на основе абстрактного изучения и использования какого-то аппарата а просто потому что это все происходит здесь и сейчас эти люди беспрерывно совмещают свои какие-то понятийные они это они это в живой жизни они договариваются мы правильно сказали когда вы пытались сюда подтянуть но вы уже действительно последние четыре три с половиной четыре года такая практика в некоторых материалах есть но это единственный журнал на словах такой но в литературе главе точнее в репрессионном разделе идет та же пропанация то та же самая еще хуже чем в журнале ура потому что там идет унижение автора неосведомленностью это один вариант хотя я совершенно согласен что это единственный журнал в моем информационном пространстве который работает в этом направлении но успеха за три с половиной года аппарата выработан не было это спонтанные эмоциональные движения надеюсь что они приведут к какой-нибудь нормальной практике естественно журнал воздух надо бы читать всем литероведам которые преподают в университетах я полагаю что он имени прочитан я бы хотела в качестве ремарки сказать что я конечно в последнюю очередь имела ввиду раздел этих кратких аннотаций а в первую очередь я имела ввиду большой заглавный раздел в котором происходит большое представление авторов где у него берется интервью другим поэтам очень как правило так сказать вдумчивое где пишется другими поэтами и филологами какой-то объем разных лицензий я считаю что это самый неудачный с нашей точки зрения раздел а можно я включу себя со словом литературоведение от слова литературы которая под литературой мы прежде всего все равно понимаем некоторую совокупность книг христоматию учебников и так далее которые знакомы не только тем кто их пишет но и читает одновременно но и широкому кругу других людей которые там вот живут в данной стране и владеют этим же языком то есть русская литература это некоторый набор имен знакомых большинству тех кто говорит на русском по крайней мере кто в школе учился и сегодня в начале несколько раз проговаривали про классику потому что эти имена знакомы всем независимо от степени его почитания вот у журнала воздух при всем моем уважении нет шансов при этой кучке людей нет шансов войти в литературу и быть изученными через 20 сколько-то лет только если вот вот как Игорь говорил в начале случайно какой-то совершенно необыкновенный литературовед раскопает вытащить такого же узкого округа потому что как раз именно эта замкнутость закрывает возможность авторам войти в литературу как таковой замкнутость я прошу прощения в каком смысле замкнутость в том котором ты проговорила они между собой общаются они сами литературоведы обязатели этот круг есть журнал есть и вот это вот тусовочность если хочешь ритность определенная закрытость мы говорили о подходе а вы начали говорить о людях и о том как подход в чем когда проговорит что есть люди для которых предупредить объекты изучения собственно они сами в смысле они владеют таким же даром поэзии например и поэтому они успешнее будут говорить о даре поэзии у другого человека я только смотрю поднули интуиции кузнина в самом начале четверть века назад когда просто синхронно начали он выстроил он является кандидатом в биологический наук у него отличная речь и наукообразная и не просто наукообразная за ней за эти наукообразности есть смыслы он прекрасный ученик не учитель он прекрасный ученик он все воспринимает очень быстро выставил великолепный журнал кстати насчет того что они вынуждены существовать локализованно это сейчас спорный вопрос но они пытались выйти хотя бы на площадку журналного зала и костная современная журналистика я имею в виду журналы такие как новый мир орион знамя они просто не дали им площадку то есть единственный профессиональный журнал который мог украсить журнальный зал был ответ но это не нелепость которая является практикой ну где то что они не будут изучены они будут заняты своя инфраструктура достаточно большая за ними стоят издания они друг друга знают но то что у них нет нормальных аналитиков ни одного за исключением возможно самого Кузьмина так он их не терпит нет а Кукулин а Корчагин а Суса можно сказать можно сказать возможно для вас это является действительно какими-то нормальными аналитическими персонами я просто этого не нахожу вот этого не нахожу ни Кукулина он хотя человек знающий неплохо одесскую школу но это единственное что я его подчеркнул в поэзии аналитической вот но тем не менее я согласен повторю это единственный пример который можно назвать все больше ничьи нигде других таких примеров это будущее это будущее через настоящее настоящее никогда не может быть будущее это аксиома будущее это не продолженное во время настоящее все мы на это новые технологии это будет будущее так же как настоящее было в начале в начале 20 века весь город там зарастет навозом а появились там трамваи появились электром все почему и здесь тоже мозги у нас и сейчас завтра на гараже да не хватит воздух воздуха у нас появится народ просто ушел в другое состояние я хотел бы если можно одну реплику мне очень понравилась схематизация которую Марина Владимировна выстроила здесь на самом деле кто умеет учиться так вот хозяйка этого литературного салона я это оценив в полной мере потому что взяла то сказать все это наше говорильное ну очень хорошо только то самое я говорю пятерку давайте зачетку спасибо сразу диссертационное ну прав не имею а так вот да вот но здесь видите как вот проблемы нет когда вот эти ну все начало да или векторы они вот статичны проблема проблема тогда когда вот допустим вот критика вот критика вот это строительство чем их ближе друг к другу двигаем тем больше начинается вот это вот целина расталкивание уже как магниты себе ведут вот и автора тоже начинаем двигать и опять начинается это поле сильных знаете как физики есть поля в которых чем меньше тем больше взаимодействия малые взаимодействия ну вот да и вот ну проблематизация ситуации происходит когда мы рассматриваем вот эту троицу в полях вот этого ближнего взаимодействия это то о чем сейчас вот коллеги говорили про журнал воздух потому что возможно ли найти в рамках какого-то журнального проекта гармонизация вот этих отношений тогда все получается или начинают все колбасить и понимаете почему нет аналитиков потому что один аналитик других то сказать ну как-то в общем как-то дистанцирует или один крупный поэт там как-то в общем начинает доминировать и так далее критик там я ну как это так сказать у меня есть своя скромная поэтическая практика я могу сказать одно что вот когда ты включаешь в себе автора ты выключаешь в себе литератровед хотя в принципе проблемы нет проблемы нет ну как врач допустим он же может в принципе описать как-то там как он себя чувствует но вряд ли он постоянно об этом думает и рефлексирует да другое дело что виталий игорь постфактум да можно можно и выстроить анализ можно вот это понимание которое мы говорили своего текста тоже так сказать преподнести у меня например я простите что на себя стрелки перевел ни в коем случае не не самореклама просто опять таки материал для наблюдения у меня есть хороший друг Володя Максимов Томский литератровед и и мы с ним когда человек такой он пишет и я пишу и мы начинаем вот общение получается что четыре так сказать позиции два автора и два литератроведа и не то что я его там произведение могу объяснить или понять а я могу свои ему преподнести и то же самое идет от него удивительная вообще-то коммуникация но она сложилась так просто стахастически вот эти все такие вещи еще раз упусти божий это не образец или что-то но такие вещи могли бы стать или они являются вот телом и пульсом биением литературного журнала это правильное решение вот здесь вот Кузьмин это же делает нормально вот все вот эти отталкивающие поля он же ими управляет управляясь это правильно значит решение может быть хотя оно существенно если допустим в журнале три автора но когда в журнале тридцать три автора это правильно решается это правильно решается я все-таки Ольга Саверна хочу сказать я хочу упомянуть а еще можно упомянуть транслиф а еще можно упомянуть некоторые интернет новые проекты издания которые я пардон запамятала название которые создаются следующим покорением авторов которые да безусловно пришли от Кузьмина и вот как бы с этой стороны от воздуха но они идут дальше глубже они уже так сказать дальше подтверждение 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 на сегодня мне нравится слушать как вы с Микитом хвалите за глаза я не слышал а я не слышала да и другу хорошо и поэтому мне кажется что это сейчас происходит то есть есть прям какие-то конкретные люди тут же Паша Арсеньев тут же Кирилл Корчагин еще более молодые есть люди которые идут этим путем собственно совмещения вот этих взглядов то есть мне кажется что это происходит не в единичном случае и более того что оно развивается некоторым образом и можно споставляя вот эти вот возникающие вновь проекты конечно ничего никуда не канет и больше того мне кажется это может быть лишняя мысль но мне кажется что на сегодняшний день журнал воздух может радоваться и гордиться тому факту что журнальный зал его к себе не взял сейчас ему было стыдно это же психология это уже гектристика это можно было не говорить это как называется все правильно дело в том что понимаете понимание локальных объектов самих самих себя является процессом непонимание большого пространства самого себя то есть грубо говоря если вы понимаете себя в том конце города а я в этом себя понимаю то мы друг друга не понимаем речь то идет о том что это было громадное актуальное поле где одинаково могли функционировать допустим Кирилл Кобчакин как паря и Борис Леонидович Пастерна в равной доле внимания в равной доле внимания потому что говорить о том что этот гений а этот не гений ну поэзия я всегда говорю поэзия это видите диоптрий вот я вот беру этого поэта и я через него вижу я говорю он гений а другого беру и через него не вижу говорю да он уже писать не умеет а у меня просто оптика другая и у него другая оптика поэтому речь так хорошо шла о проблеме что нет нет этого пространства и оно не намечается не намечается потому что надо начинать с практики она не намечается как ветроведы не идут туда пацанова которые у которых нет выхода обратить на себя внимание кроме как самим закричать что мы сами это все сейчас разрулили да поэтому Данила там защищает диссертацию Митя там и так далее все этим занимаются а мы говорим о том лидературовидении поэтов видели бы вы всех этих ребят в академической среде ну видели конечно да то есть это совсем не то что вот там где они так зачем я сейчас вот хочу о чем сказать мне такое ощущение что Виталий Олегович он все таки все время переводит тему вот этой прагматики как методы как способа познания в социологию в широком смысле этого слова то есть вот такое что трейдер вот такой широкий плотоз массовый механизм когда это превращается в какое-то движение и так далее. Читатели наторвизуют, как это вы делаете. Просто другая тема. А у Наташи посыл бы как раз сказать о том, что соединение этих магнитов из этой схемы, оно возможно, оно уже осуществляется, мы его можем видеть. Другое дело, можем ли мы оценить степень значимости результатов, которые получаются, то есть что получается, что мы имеем для того, к скому остатку, я не знаю, и так далее. Ну я уж тогда себе позволю перевести, это не, Виталий Олегович, ты в социологию приведу, и то не в социологию конкретно, а в социокультурные пласты. Нет, потому что нужны платформы, нужно широкое. Ну, про широкость. Единичество – это плохо, надо масса. Нет, он не про это говорит. Ну, мне кажется, так не про это. Массовость – это в чем измеряется конкретно? В массе. Вот если просто простой вопрос задать, сколько, вот вы здесь метеоритроведы, кто из вас читает журнал «Воздух» постоянно? Ну, вы здесь… Ну, я смотрю. Ну, да, Наташа вот, и да, и все. Я смотрю. А если взять всех метеоритроведов города Челябинска? Ну и все, вопрос кончился. А это же самое? Это же вопрос опять специализации, если хотите. Кто был занят 18 веком, он тоже занят интересным важным делом. Вопрос в том, почему он выбрал 18 век еще? Я читаю 18 век, у меня… Марина Вадимовна, Марина Вадимовна, вот такое ощущение, что хотел высказаться Василий Викторович, как по-разному. Да, и это я не могу рассказать. Перегорел? Скислой, как вы говорите. Нет, ну подождите, вот все-таки мне кажется, что… Ну, вот как Бутков тогда говорил, ругая литературу за то, что… Литература ведет за то, что они только классики изучают. Представьте себе феологов, которые все зациклились на бабочках. Бабочки красивые, мы их изучаем. Они червячков не изучают, там, ни каких других вообще языков. И здесь точно так же, но ты не можешь изучать все. Нет, я исхожу очень из простого. Из моего убеждения, что именно поэзия – это передовое в крае языка. Все остальные жанры, виды и так далее, литературу, как минимум, и вообще язык идут за ними. Это я, это мое личное такое заблуждение, может быть, но это мое. Я исхожу из этого. И второе, что я уже вижу на практике, это здесь я в этом уверена, что литературоведы массово боятся поэзии и боятся разговоров о ней и так далее. Вот последний пример, тоже позорнейший чтение на вразийском переплёске. Вы его назвали хорошим, а я для себя посчитала стыдно участвовать в этом форуме. С формулировкой, ну, напишите какую-нибудь группу, которую будете вести. То есть бесконцептуально совершенно, с теми же текстами, которые каждый этот форум два раза в год проходит, и сколько проходит, те же самые преамбулы, те же самые проблемы. Ну, как-то это несерьезно. И самое главное, апофеозом этого форума стала секция по поэзии. У них 24-го, 20-го. Да, стала секция по поэзии, потому что, вы, извините, жестко скажу, но мне показалось, что вы все сбежали от неё буквально в простую, понятную прозу. Московской дамы. Там как бы всё понятно за дамой, там хуже не будет. А поэзия у нас, это Кожейпин, это терпугок, культуролог проводит, кстати, эту секцию. Это вот про то самое. Это я матерюсь, извиняюсь по-русски, потому что там такая повестка, он или не выйдет, он статью написала. Да, вы там отметились тоже, помните, да, формулировки? Вот, то есть сами формулировки, которые там, они не то, что, скажем так, они позорны. Это не райцентр, это гораздо хуже. А что ж такая прямо жесткая критика? Люди хоть что-то делают, спасибо им большое. Нет, не спасибо, они не что-то делают, они конкретно разрушают всё, что уже сделано. Это называется просто, извините, дядя Вася с подворотной что-то спел, а, ваши поэты все, и пошёл матом, вот это как называется, ни более, ни менее. И всё дитеротравение наше моментально, всё, что они хотели сказать. Люди должны всё время возделывать этот сад, нельзя, чтобы всё это где-то там воздух, один... Если все будут возделывать сад, этот сад будет обоссад. Это точно. Я бы с ним на слово «возделывать сад», это коррекция. В общем, в саду должен быть отец садовник, а все остальные должны заликаяться по вас. И в общем, если это был мой садовник. Сколько раз я противоречиваю, сколько раз истина прыгнула в мою сторону. Это я здесь отраска говорю. Такой эмоциональный затупик. Мне тоже нравится. Вы в истине всё предельно точно. Но можно я только свою схему, а то Ольга Сергеевна спать сегодня не будет. Кстати, вон там лежит Ольга Сергеевна, не забудьте распечатка вашей дитеротраведческой книги. Показываю пальцем и всех советую поздравить. Ольга Сергеевна написала эту книгу о поэтах, современных поэтов, которые живут в ближайшем зарубежье. То есть для менеджера, я как менеджера, считаю, непокновенно важен. Он просто находится в другой плоскости, не в этой плоскости. Условно говоря, вот эта плоскость, которую можно условно назвать, это производство текста, производство поэзии, производство культуров, если хотите. Это производство всех. А это уровень, если так грубо говорить, потребления, хотя это в хорошем смысле слово потребление, не в смысле как-то негативное. Это здесь безотносительно хорошего, плохого. Есть такая... И вот как раз это напряжение поэзии, оно, собственно, и создает движение языка. И здесь языка литературного, говоря языка здесь, и не только языка, но и появление, или разрушение, если хотите, некоторых ценностей, образцов, действий, поведения, речевых форм и так далее, и так далее. И текст это обязателен. Естественно, любой читатель реагирует на текст, текстом внутренним, или проговаривая его с подружком, с другом, или даже если он там буркнет, он все равно происходит. И трансформация. И чем, как бы называется, вот здесь уровень накала выше, тем больше шансов, что и внизу не все друг друга сразу подбивают. Вот, по сути говоря, схема. Вот у Ольги Сергеевны теперь окончательная, двухпосносная. Хорошо? Мне кажется, что очень важно, что читатель превращается в зрителя, то есть он считывает образ. Он не плоскость и текст создает, а у него создается вот то, что мы никак не можем понимать плоскость. Можно? Конечно, конечно. Ну, я просто прокомментирую, сколько могу, слова Марии Владимировны. Вообще говоря, теория литературы предполагает вот в структуре творческого акта, так, наверное, можно сказать, результатом которого становится литературное произведение не только автора, но и читателя, но это так называемые плециты читателей. Это то, о чем мы тут с Виталией Львовичем говорим. То есть всякий автор, конечно, выстраивает перед собой позицию читателя. И более того, он временно ее замещает. Ну, естественно, это в каком-то смысле азбука, теоретика литературная, вот, ну, анализы литературного творческого акта. Ну, это, мне кажется, это проза очень. Почему проза? Это везде работает. Это везде работает. Почему проза-то? Это в поэзии работает еще больше, чем в прозе. И особенно это касается, кстати, ну, ритмической материи стиха. Потому что, ну, невозможно ощутить живой пульсирующий ритм стихотворения, если ты его не прочитаешь себе вслух. И при этом ты должен его услышать не как ты, автор, а как ты уже немножечко читатель. И тогда вот эти все сбои, которые ты не увидел, пишай или там, выписывай все это дело, выпечатывай, они наконец-то становятся видны. Ну, это так, к примеру. А другое дело, совершенно верно, вот, за рамками этого, в каком-то смысле интимного творческого акта, самоопыления, есть, да, инстанция, даже не читателя, а публики, читательской публики. Со всеми ее институциями там. И книгоиздательские деятельности, и журнально-публикационные, и прочее, и прочее. Я здесь не имею в виду главных редаторов журналов, как вот участников сердцевин этого процесса. Нет, когда уже вот индустрия идет, если хотите, даже массовая, так сказать, культура, массовая литература. Поэтому здесь вот, на мой взгляд, уточнение этой схематики, которую Мария Владимировна предложила, оно совершенно оправданно, закономерно. Мы читателей не убираем из вот этого вот сгустка творческого акта. Он там есть, но он там есть, в свернутом виде, как имплицитный читатель. Как, понимаете, вот энергия взаимодействия создания произведения, я всегда избегаю говорить текст. Потому что текст это то, что осталось зафиксировано. А вот произведение заключается в постоянном... Ну, нет, бегание этого живчика, этого огонька, вот, между позициями автора и читателя, ну, внутреннего и принципного. То есть ты, создавая произведение, ты его постоянно, так сказать, видишь с другой стороны. И ты ловишь этот мячик, который вроде как кидаешь в бесконечность, но ты же должен успеть перебежать и поставить руку, чтобы он отскочил обратно. И вот это вот, в конце концов, может привести или не привести к какому-то итогу. А вот что будет там с публикой, ну... Ну, это другая категория, я согласна, читатели публика никакого. Конечно, имплицитные, подчеркиваю, имплицитные. Там еще интереснее, но я не хотел бы утомлять себя и вас, и мастрячить, коструировать какую-то лекцию по теоретико-литературной модели творческого, так сказать, акта. Там и автор, он тоже имеет градации. Более того, некоторые специалисты действительно реально интересные, такие как Валерия Гачтюпа, они туда включают в качестве третьей верхней вершины, в треугольник еще и некую инстанцию высшего смысла, которая в итоге это прикасается поэту. Ну, это можно по-разному интерпретировать. Кто человек религиозный, то так, кто не религиозный, то и так. Простите, что он не отвлеклась. Как мы будем завершать вечер? Можно его сейчас завершать? Нет, можно не завершать. Завтра будет насыщенный день. На кухне еще можно чай пить, оставаться сколько угодно от разговора. То есть я вас не нагоняю ни в коем разе. Я можно тогда совершенно не всем, пока вы думаете, объявления все сделаю, а потом мы как бы немножко подведем резюме наше сегодняшнее просто высказыванием по кругу. Хорошо, короткое? Поэтому пока вы думаете основную свою мысль на тему нашу сегодняшнюю, а тема сегодня, скажите еще как, из лечения поэзии, из литер-траведения. Я думаю, что эту тему можно удачно переформулировать, потому что первоначальная тема, она в каком-то смысле была похожа на то, что вот елки-палки, есть какое-то поле, на нем, наверное, какие-то мины. А давайте осторожненько так, как-нибудь его обойдем. Но мины были, они взорвались и так далее. И итоговая тема, есть, знаете, перспективная тема, есть ретроспективная тема. Прежде чем-то очень интересная вещь, что в «Эпике» работает ретроспективная тема, о чем роман «Преступление и наказание». Ты прочитай и скажешь, да? А в «Лирике» работает перспективная тема, то есть тема задает движение, так сказать, развитие произведения. И поэтому нельзя сказать, о чем это скверинно. Ну, там, о лесе, да, или о весне, о луне. Нет, там что-то глушь. Перспективность тема. Так вот, ретроспективная тема нашей сегодняшней беседы, это тема, она может быть со знаком вопроса, но тем не менее, как по-ленински, да, как там, что там, реже называют «Рапкли», помните? Мы все оттуда, да? Как нам соорудить эффективное, прагматическое пространство или структуру актуальной поэзии? Имея в виду вот это все. Ну, тем не менее. Потому что в результате этого обсуждения мы, вообще говоря, нащупали реально работающий механизм. Это здорово. Я бы сказал так, что далеко не всякая, там, скажем, конференция с их круглыми столами может похвастаться вот таким. Такой результате это все. Надо чуть-чуть быстрее еще. У вас есть так вопрос. Нам можно сейчас же здесь придумать до русского языка знак ответа. Если мы сейчас не придумаем, все будет гениально. Ну, правильно. Ну, есть же знак. Значит, вот. Правильно сказал? Ну, конечно, кошка сперела. Сейчас он должен был заиграть. Не заиграл. Слава Богу. Классик один. Осталось, с точки зрения, что я прагматическое, раз начали итоги подводить, тогда я сначала итоги, потом скажу. Осталось назначить фамилию. Это Силанец. Ну, вот. Это Кальпиди, критик, фамилия Критика. Это вот Кальпиди у вас в руке. А, ну ладно. Это Кальпиди у меня в руке, я согласна. У вас. Это Критик. Хорошо, кто критик? Вот, примерно так. И ближайшие мероприятия. Пожалуйста, Василий, Володя, извини, там тебя не видела. Но сейчас Василий скажет, раз он срабался, потом. Ну, да, я только вырос и благодарность, потому что вот эта идея о прагматике, о социологии, мы с Марина Виктором об этом давно говорили, выступали на конференции. Мы, вот, сегодня просто мы получили даже терминологическое подтверждение, благодаря вот вашему выступлению, нашим каким-то поискам. Ну, по крайней мере, я, мы с Марина Виктором сразу уже знал заранее. А то она вообще выставляет, герархию. Да, да, да. У нас есть цитаты любимые. «Илизнул генерал». Так что, да, да. И вот собираюсь писать, о челябинских поэтов продолжает писать. Я все-таки действительно понял, что уходить от интерпретации, метафоры, тропы любого, уходить надо. И вот все, думаю, надо идти от контекста, подумал, может быть, взять вот эпоху, в которой нет. Ну, то есть я вот интуитивно нащупывал, но благодаря сегодняшней объяснении, я теперь даже термин могу, наверное, использовать вас и ссылаться на литературную салон. Коммуниегативная прагматика. Нет, теперь... Ссылаться на литературную салон? Да, супер, порой, его. Коммуникативная прагматика. Это некоторая свертка. Мы как профи тут уже базар у нас пошел. Речи идет о прагматическом анализе коммуникативных процессов, происходящих в сфере актуальной поэзии. Ну, а сворачивать, получается, да, коммуникативная прагматика. Здесь есть небольшая тавтология, потому что прагматика, она не может не быть кривиотикой. И коммуникация не может быть... Василий, записывайте тему диссертации докторской. Очередное дело. Ну, что мы все, я не помню. Что мы все в прагматике, когда-то... Ну, ладно. Сейчас тогда сначала ученых пройдем, ладно? А потом уже поэта, а потом у нас СМИ и блогеры. Пожалуйста, Татьяна Николаевна. Ну, я очень затрудняюсь, честно говоря. У меня есть только одно оставшееся сомнение и, может быть, одно из убеждений. Литературоведу нельзя передавать... Ну, я не буду динцитировать, почему-то делали в медицинском. Но любому человеку, и пишущему, и работающему, нельзя диктовать, чем ему заниматься. У нас тоже лежит какая-то своя симпатия, и свой вектор к определенному роду литературы, к определенным жанру, к определенным периодам и к определенным авторам. И насиловать себя в этом отношении сложновато. Я поэзию люблю очень. Но поэзию люблю тоже избирательно. И вот вы же сами сказали, вот почему я задала, и так, может быть, даже слишком-то приоритировала, на понятие адекватность. Я его так и не поняла все-таки адекватность. А вот понятие диоптрий, да, я очень хорошо поняла, Виталий Олегович. То есть вот действительно я смотрю через свою оптику. И вот эта оптика мне помогает что-то понимать, а что-то я принципиально не понимаю. И мы здесь неконтактны все равно с этой областью. И вот я к чему и пришла. А то, что литературоведение – это наука, я и занимаюсь много лет, но все-таки при всем при том, и в литературе они тоже есть очень разные направления и тенденции, меня гораздо больше привлекает вот все-таки не столько теоретизирование, не столько исследование. Теоретическая область, ну, в силу моих интеллектуальных возможностей, сколько практика, практика живая, да, и анализ такой подробный, текстуальный, медленное чтение, стилевое погружение такое. Вот это мне очень нравится. Что же касается поэзии, то поэзия воспринимается мной, я боюсь о ней говорить аналитически. Вот Марина задала эту тему, каким языком говорить, как. Я ее чувствую, да, эмоционально, на биологическом уровне, на ритмико-музыкальном уровне. Вот как я Ивана Жданова первый раз услышала. Вот он стоит вот так вот, щелкивая пальцами, и качается. Он задает ритмичность, закрывает глаза и читает. Мотивы, метафоры я слышу, и я на этой музыке, меня качают, да. Я ее, как сказать об этом, передать на язык аналитики, я затрудняюсь. Поэтому мне проще говорить о уральском политическом движении, о ультратеггерских инициативах. Вот в чем я понимаю, поэзию анализировать надо иметь свой талант. Спасибо большое, Пацан Николаевна. Марина Викторовна. Кстати, для меня было очень полезно, и я думаю, что есть куда думать дальше, как говорится. Я не нашла ответов на те вопросы, которые прямо передо мной стояли, но зато почувствовала, как совершенно другими путями можно, в общем-то, попасть в то же пространство, через другую дверь, но пространство будет тоже. То есть тропка будет немножечко иной. Мне нужно это еще как-то пережить и подумать об этом. Но я думаю, что все равно вот эта тема, ну вот то, с чего вы начали, когда вы говорили о научном и ненаучном, или как на это все смотреть. Критерии научности. Да, о критериях научности. Мне кажется, что вот здесь мы все равно оказываемся в таком парадоксальной проблеме, где вот эта верификация, если угодно, творческого процесса, она все равно оказывается беднее, чем то, что ты на самом деле можешь получить. То есть не подходит наука для этой работы, для поэзии. Я вот вижу неадекватность научного подхода к поэтическому материалу, если хотите. И вот этот объектно-предметный подход, и все вот такое, все это, мне кажется, абсолютно не параллельными прямыми, а просто в разных пространствах происходящими процессами. Да почему интерпретаторы ушли от методологии? Потому что они вместо методологии поставили угадывание. Ну и вот, да. Это не наука, это уже просто... Доказывание, что моя дожатка, единственное, герментический. Герментический подход, он, понимаете, я согласна, что это интересный способ, но он тоже, он научен по своей сути. Вот так же, как интерпретация Библии, предположим, в основе герментики лежащая, а она все равно, это попытка божественное откровение, вот я человек неверующий, но я так, можно воспользоваться таким термином, да? Божественное откровение... Сейчас, как-то, ткнуть, бог. Представить в виде рациональной, катехизисной, какой-то плоской формулировки. И вот с этой точки зрения мы оказываемся в том же самом герментическом круге. Несколько мы можем выйти в каком-то смысле. И я вот глубоко задумываюсь о том, что где-то рядом лежит совершенно другой способ, если угодно, осмысления этих переживаний, осмысления, давайте я такое слово скажу, чем воспитаны в нашем столетии теоретической практике подходы, методы и научной практике и так далее. В общем, нет смысла идти в науку с поэзией. Вот прям я ощущаю. Наука это... Начали со здравия, окончили зубы. Нет, наука это... Я вам тоже... Вот, подождите, вот посмотрите. Здесь вот поэзия. Вот, например, Марина Владимировна говорит, вот поэзия, это современная поэзия, это вот как языкотворец, да? То есть вот у народа, у языкотворца, умеющего, где-то постели, да? Вот языкотворчество. То есть это вот тот передовой фронт языка, А язык является, собственно, вместилищем коммуникации, если можно так сказать. Хотя это тоже перевод в знаки чего-то более высокого, значимого. И с этой точки зрения, мне кажется, что вот эта ваша тема, как вы литературоведы, а вы это не изучаете или не делаете, и так далее. Это какой-то другой навык, или какая-то другая задача тогда должна быть. Может быть, это важно для тебя, если ты поэт. Ты должен тогда болиться, не только в своей поэзии, а прямо слышать и честно. Я вчера просто Абашева слышала, как он говорит, Экальпиди. Абашев вроде не поэт, но говорит абсолютно внятно, четко, системно, литературовед в чистом виде. И статьи у него тоже были. Есть же прецеденты такие, это не значит, что этого невозможно. Это вот совпадение оптик. Я не знаю, как люди любят Абашева, нравится ли я, но... Они молодшие братья, ничего. Все шок. Но это, я, может, я не могу вырежать там свою мысль, но я хочу сказать, что... Что точно. Я не ощущаю адекватности научного подхода по этическому материалу. Нет, просто они не пробовали, а... Они сами попробовали, просто сделайте это. То есть все же было своими сетями. Ольга, пострюлю, продайте ребенку, а вы не пирте ведь. Так, встроим? Ольга, садяга, пожалуйста. Философ нашего времени Маммадашвили сказал, мы часто делаем роковую ошибку, ставя идеальное в реальность, пытаясь поставить идеальное в реальность. И вот мы сейчас ищем какой-то совершенно адекватный способ понимания поэзии со стороны критиков, литературоведов и читателей. Маммадашвили говорит, вот это ошибка, а выход из ситуации в том, что мы будем удовлетворены, удовлетворяться тем, насколько мы смогли к этому идеалу приблизиться. И вот мне кажется, то, что сейчас прозвучало, что есть языкотворец, поэт, и есть язык, как данность устоявшаяся, вот это основные ножницы. Вот он создает своим языком нечто, что мы не понимаем, в той степени, в какой ему хотелось бы. И это неизбежность, но он тоже неизбежность со своей способностью такой язык производить. И вот, наверное, критик и литературовед – та инстанция, которая заполняет это пространство между слоем языкотворцев и слоем просто носителя языка, как данность устоявшейся. И у нас задача, конечно, трудная. И вот этот термин, который сейчас актуализировался у нас, прагматическая... Коммуникация, да, прагматическая коммуникация. Всё-таки язык – это средство коммуникации. Вот как бы мы не хотели, чтобы мы сочиняли, а нас пусть хотят понимать, хотят не понимать, всё равно гипотетически изначально мы говорим, чтобы нас поняли. И вот этот прагматический подход – это и попытка изучить среду, которая формирует и языкотворца, и воспринимающего человека. Да? И вот мы что-то должны с этим делать путём изучения каких-то социальных и психологических факторов. И социальных, и психологических. Это как-то из задания. Да? Это путь, который сейчас актуализирован. Спасибо. Теперь поэтам, Саша, пожалуйста, твоё слово. Приятный, что он тоже делал на предельник. Сдурный. Вот как это называется? Я выстою. Всё, да? Виталий? Вы знаете, я сейчас к вам всё объясню. Конечно, то, что сказал Маляков, что происходит языкотворство, он, конечно, просто глупая мысль. Никогда поэтом не занимался языкотворцоваться. Поэт борется с языком. У него совсем другие инструменты, у него интонация, рассудие. Он борется с языком. Это всё элементы языка. Вот. Хорошо. Это всё элементы. Значит, я буду говорить тогда элементарно. Задача у поэзии глобальная, но они очень молоды и слабы. Поэзия реализуется в молодости, не в зрелости. В зрелости уже не в поэзии, а нечто иное. Мне кажется, я повторяю этот тезис, о котором я говорил на конференции, если академическое сообщество объединится, я имею в виду, объединится интеллектуально и философски, и не будет проповедовать пораженческие вещи, чем всю жизнь занимался Мамадаш Вик, всю жизнь оправдывал тем, что он никак не может стать рабом самому себе, своему киню. Только этим он занимался. Будучи гением, и постоянно был неравен себе. Так вот. И сделает поэзии вызов. То есть вызов. Сформулирует, что эти умные, старые тётки и дядьки ждут от жизни, чего они не дождались, то поэзия ответит этим в лице молодых авторов. А ответит обязательно, как это было в Серебряном веке. Серебряный век потому и состоялся, что философия, не сформировавшаяся на культуроведении, вызвала поэзии. Она сформулировала их задачи. Вот и всё. Элементарно. Ничего себе. Ну опять культурный. А веке я не культурный. Нет, это не культурный, это вообще не спрятая. Нет, ну я имею в виду, смотрите. Вот мне мысль кажется очень значимой такой, что всё-таки здесь есть определённая, если хотите, социальная задача, которая ставится перед литературно-вечеством. Научная в этом смысле, извините. Ну вот Татьяна Николаевна говорит о свободе научного проявления, выбора и так далее, и тому подобное. Здесь формируются миссии. Совершенно верно. Татьяна Николаевна говорит, а работе, а тут от миссии. А это миссия, да. То есть, соответственно, если ты литературовед, если ты вот этим занимаешься, то тогда ты должен выполнить эту миссию, хотя бы быть причастен к ней. То есть, я понимаю, это так. Тогда давайте ещё один тель мы сегодня бросим. Есть социальный заказ вот в таких бытовых вещах, а это будет культурный заказ, если хотите. От литературоведов к поэтам. От поэтов к литературоведам? Нет. Нет, нет. От литературоведов к поэтам. Культурный заказ ваших ожиданий, как учёных, от поэзии, которой, может быть, и нет сейчас. Но что вы хотите? Ну, говорим об одном. Иначе тогда, чтобы единственный выход, о чём говорил вот сегодня, в начале, что вокруг классики всё вертится, вертится, сформулируйте культурный заказ к классикам 21 века. Я ведь вокруг классика. Ну, к будущим классикам. Копытик Альбидия и любит, ты словно, но тем не менее. Помочь тем молодым, которые сейчас... Без помощи, здесь не надо помощи, здесь надо задать планку и очень шовко сформулируйте. Завтра тебе планка нужна, планка, голос. Здесь это сумасшедшая задача, которая мне безумно нравится. Когда... Ну, и петра-тра... Даже Игорь, петра-тра... А в каждую же драсти не держали, чтобы заметили... Не-не-не, не дай бог подержать. Я, может быть, сейчас скажу какую-нибудь, я не знаю, совсем банальность, элементарная, но всё-таки. Вот мы все должны помочь. Мы не должны помочь, мы не должны... Какое-то другое слово. Но всё равно жизнь, наверное, от нас требует, чтобы мы тем, кто приходит в жизнь, чем-то помогли. И поэзия тоже в этом участвует. Вот. Немножко сознательно. Не то, что сказать, что я думаю. Вот этим жизнь дополнить, да? Но и думать, насколько это нужно этим людям. Насколько они этим продвинутся к совершенству. Не только вот степенью искренности, степенью естественного, абсолютного проявления, но и степенью какой-то коррекции, самовыстраивания. Можно тогда я всё-таки вернусь к стезису каллипедии? Саша, можно я тебе использую в качестве примера? Тебе же понравилось оно? Я не ступал. Думаю, что... Давайте используем. Саша... Вот конфликта. Не обращайтесь к литературоведам. Саша написал, недавно сделал книгу «Машут 91». Я сейчас вместо литературоведов, по сути говоря, к нему... Пытаюсь пробиться к нему одной фразой. То есть, Саша, надо написать стихотворения, которые бы находили за пределами вот этих стихотворений. То есть, поскольку, на мой взгляд, не литературоведческие совершенно, это... Эти тексты, это только подступы. Некоторые даже не черновик просто, а начало думания, где он может это продлить и сделать всё-таки стихотворение с более, скажем так, глубокими смыслами, с фразами и так далее. Не знаю там чем. У меня не хватает слов, я специально не лезу. Если бы вы, как литературоведы, прочитали внимательно книгу Саши и сделали вот этот вот заказ на потенциальную книгу «Маршрут», которая была бы действительно событием в культурной жизни, не только по форме своей, но и вот просто по такому текстовому. Это было бы классно. Потому что он умеет право заказ делать. Нет, умеет самому право заказать. Мария Владимировна. Она автомобилист, а не имеет право. Мария Владимировна. Ну, я так, я утрировала, конечно, ситуацию. Я бы сказал так, что такой заказ себе может сделать только сама. Не знаю, он не может это сделать. Вот смотрите. Вот или может, или не может. Про критика, про критика конкретно. Критика ведь в своё время, всё-таки откуда у нас классика-то взялась? Не потому что были политики, а потому что были критики. Про Бродского и Ахматова расхожий анекдот. Значит, вот он пришёл к ней, зелёный весь такой, ну, в смысле, рыжий. И она почитала их, да. Ну, говорит, ну и что вы хотите, молодой человек? Вот ведь поэзия уже вот изощрена во всём. Вы в рифме, в ритме и там, и то всё. Ну и вот вы что? Он говорит, а он и ответил. А как же величие замысла? Вот это ответ. Это классики сказали. А мы у нас современные поэты, и другая современная ситуация. А как же величие замысла? Поэтому вот современные литературоведы, пожалуйста. Мне кажется, всё-таки, вот даже возвращаясь к тезису Кольпии, речь не шла о конкретном законодательном поэту конкретной моменте. Марин, конечно, нет. Это я сейчас примитивизировала, я сейчас примитивизировала это максимально. Дело в том, что к этому обязательно это сведётся. И это правильно. Понимаете, ошибка, гениальная ошибка, важнее продуктивного, талантовой правды. Это очевидно. А то, что этого до сих пор не было, значит и не будет. Когда пастернар делает себе задачу сделать описание, как он писал стихи. Вот пишет доктор Живак, где единственный интерес, ну, вообще-то для меня, вещи является моментом, когда он описывает, как он писал стихи. Вот о чём роман, который он не написал. Я забрал 17 изданий доктора Живака. Прозволь. Ты везде читал одну главу. Ладно. Ребят, давайте это немножко. Сэм учитал. До кухни оставим. Марин, Ира, пожалуйста. Ирина Арбутина. Да я, честно говоря, в задумчивости пребываю, потому что я тут чувствовала себя даже не то, что на чужом перо. Я вдруг почувствовала себя технарём. Сегодня, да, честное слово, я же технар по образованию, да? Вот, и слушая вот этот вот разговор, я, может быть, совершенно ошибочна и совершенно, так сказать, как профан, будем называть вещи своими именами, да? То, что я там что-то написала, там какие-то свои стихи, это отдельный разговор. Но вот сейчас, я сидела и думала, начался разговор с того, что литературоведение с одной стороны до сих пор для себя считает актуальным разговор об Аристотеле, а с другой стороны не владеет универсальным понятийным аппаратом, настолько универсальным, чтобы на нём можно было, ну, с использованием вот этого аппарата, разговаривать на одном языке. И, значит, владея, или точнее не владея инструментами, ну, так сказать, грубыми и реальными в любой другой науке, да, потому что наука без понятийного аппарата, вот в моей голове химика, это не укладывается. Я тогда не понимаю, как вообще находить общий язык, и как можно что-то обсуждать, если каждый под каким-то понятием подразумевает что-то своё. А я уже с этим столкнулась, потому что у нас некоторые пишущие критические или литературоведческие статьи, вот он упомянул какое-то явление, процесс, понятие и так далее, и дальше пошло, значит, он его заложил в фундамент, он на этом фундаменте строит своё здание, и вдруг оказывается, что фундамент — это трещина, потому что он вот это подразумевает, что это так, а я могу привести 100 доказательств, когда это не так, и получается, что мы говорим совершенно о разных вещах. Вот. Теперь, значит, если проблема с инструментами, да, а мы говорим о литературоведении в области поэзии, да, в сфере поэтической, а поэзия является уже, ну, какой-то материей достаточно тонкой, то есть для того, чтобы с ней работать, нужен тонкий инструмент, да. Вот. Мне просто становится интересно, как же так, если инструментарий не развит на фундаментальном, так сказать, уровне, да, то есть, грубо говоря, у нас ещё лопата не наточена, мы уже хотим синхротезатроном, да. Ну, где мы попали? Нет. Ну, вы понимаете, что я имею в виду. Хорошо, давайте мы будем говорить о спектральных методах исследований, если это более соответствует, так сказать, задаче. Да, потому что, да, здесь скорее тогда о спектральных методах. Хорошо. Вот. Теперь, что касается изучения или невозможности изучения поэта, не поэта, а его, ну, продукта, так сказать, будем говорить грубо, да, то есть то, что он производит, вот, то есть поэзия, которая обладает не только, ну, какими-то, так сказать, фиксируемыми на бумаге символами, знаками, да, но и тем, о чём говорили, то есть вот этим полем, этой ритмикой, этим там камбланием, не знаю, шаманством и прочее, прочее, то, что якобы приводит нас в какое-то там, ну, не знаю, экстатическое состояние, или пусть не экстатическое, но какое-то отличное от обыденного, да, и вопрос встаёт о том, что нет способов зафиксировать это состояние в каких-то понятиях, в каких-то терминах, так, чтобы это было, ну, результат этой фиксации с одной стороны был научным, а с другой стороны адекватным желанием, да. Да не желанием, а тем, что автор туда заложил, да, вот, потому что автор сам не всегда понимает, что он там пожелал заложить, вот. Значит, мне кажется, что на самом деле это возможно. Другое дело, что приближение к этому, да, оно идёт вот такое, асимпатическое приближение, можно ли это достигнуть в идеале полностью или нет, я не знаю, но приблизиться очень близко, то есть создать достаточно чёткую модель, описательную для творчества любого автора, реально, возможно, вот, просто для этого, опять же, нужны достаточно тонкие инструменты. И вот мне интересно, у меня сложилось такое впечатление, может быть, я ошибаюсь, но это моё впечатление, что поэты, вот, будем говорить, допустим, о, ну, пусть чисто нашей уральской поэзии, да, что поэты понимают друг друга лучше, чем, скажем, литература веды или критики. Ну, критики не знаю, про критиков я как-то промолчу, осторожно буду говорить, вот. А поэты, то ли они, может быть, чувствуют лучше, да, может быть, у них вот эта вот волна, вот, которая их питает, она, ну, она разлита в воздухе, в пространстве, и мы её ловим. Но, с другой стороны, вот, я думаю, если бы я, допустим, владела терминологией, владела бы, собственно говоря, для литературоведа, это такое же ремесло, которому надо научиться, как и любое другое. Также, как, между прочим, и понимание поэзии ничуть не проще, чем понимание высшей математики, не любой полезет там рассуждать о всяких там этих интегралах и дифференциалах, потому что он дальше сложения и вычитания, в жизни ему ничего не надо, лучше поделить его много, да, вот. Но, если, допустим, владеть вот этим аппаратом, то, в принципе, вот, мне кажется, абсолютно реальным создание достаточно точного вот этого вот, ну, даже не описания, а передачи, фиксации, доведения, ну, другое дело. А кому и зачем это нужно? Ну, это уже... Это, это, это уже, может быть, далеко, да. Но я думаю, что нужно, потому что, ну, как? Потому что мы, вообще-то, все смертны. Я тогда, что это, что сказала, приведу в фрагматику. Это значит, теперь еще нашим ученым надо заказать цикл некоторых лекций, мастер-классов, если хотите, по основам литературоведения. Тем благо, среди у нас поэтов много тех, кто уже пробует это писать, и много тех, кто это хочет делать. Ну, очень просто. То есть начальная стадия будет очень громоздкая, потому что начальная стадия будет описательная. Она очень громоздкая, действительно. И требует, потребует просто физического усилия. Но, тем не менее, наши режиссы пишут и пишут, то есть это, это как простой ход и нормальный. Марина, вот ты знаешь, я писала статью, и редко, очень редко делаю. Это огромный физический... Я понимаю, у тебя Виталия тоже говорит, конечно. Я прекрасно понимаю, что, ну, вообще-то, в какой-то степени, это требует... Ну, это было бы полезно для тебя, как для поэта. Для поэта тебе это была статья... Я не знаю, посмотрим, честно говоря... Ну, для Саши точно полезно. Посыл был эмоциональный, но работа была абсолютно вот такая техническая основательная. Это статья, которую Ира написала, как реакция вот на эту вот формулировку. Наташа, пожалуйста. Я бы помогал вам чай попить. Спасибо всем большое. Хорошо. Все-таки мы давай доведем круг до конца. И третья у нас группа, это люди не поэты, не театроведы, а разным образом, как разносчики информации и так далее. Володя, пожалуйста. Я хочу, чтобы у нас все-таки скажу, потому что она у меня есть. И она опасается того, что тема сегодняшнего разговора, она безусловно для меня, как для человека внешнего, была любопытна. Но по-человечески она меня волнует очень мало. По-человечески меня волнует совершенно другой вопрос. Мы находимся в некоторой точке исторического развития, когда происходит перестройка вообще всей коммуникационной системы. Скорость распространения информации изменилась, количество информации изменилось. То, о чем все говорят, это общее место. Мы всегда были, мы с вами, когда мы были школьниками, всегда находились в ситуации дефицитной информации. Сейчас мы находимся в ситуации изменения информации. Мы живем в тот момент, когда выясняется, что не только стихи писать может каждый второй, что он и делает, но даже кино может снимать каждый десятый, потому что это уже перестало с больших денег. И получить зрителя, зрителя, читателя и зрителя, может это примерно каждый желающий, потому что существует интернет. И мне как раз гораздо интереснее вопрос не о том, как будет развиваться фундаментальная наука, какой бы она ни была. Потому что понятно, что любая наука сейчас развивается как друг. Естественно, можно двумя способами. Во-первых, она дробится на большое количество вопросов. Во-вторых, она вступает в постоянное взаимодействие с какими-то смежными, иногда очень удаленными дисциплинами. И в этом месте сейчас происходит все самое интересное. Извините, что я считаю лекцию для третьеклассников. Но я, собственно, к третьеклассникам и хочу перейти. Я больше всего хотела бы понимать, что сделать с инерционной, глубоко инерционной и отстающей от реальной жизни образовательной системы, в которую приходят дети, которые в интернете сейчас могут обратиться напрямую, раз мы поговорим про литературу, к любому поэту, писателю, ну пусть навыну, тем не менее, непосредственно здесь сейчас задать ему все вопросы о том, что он пишет, и сказать ему, что он думает о том, что он пишет. Он приходит на урок литературы, где ему начинают объяснять, что поэзия – это что-то такое в ритму, так сказать, ямба-махарея. Вот эта проблема, мне кажется, катастрофическая. А взаимодействие, кстати, науки, изучая его и предмета, это управление катастрофическое, она такая, ну, как бы, совершенно прекрасная, любопытная, и я, угла, поуважаю, профессионал, но моей болевой точки в этом месте нет. Вот, что я хотела сказать. Я бы хотела это… К себе обращаются дети напрямую, через вы, через интернет, с вопросом «как поэту?» Вопрос. А вот она вообще говорит о том, что здесь тоже есть задача такого уже педагогического, что ли, свойства и того же культурного. Ну, Наташа, я сейчас изложила один из мифов, который сегодня максимально популярен, но это, опять же, миф в какой-то степени сегодняшний, но можно в рамках его жить. Но если смотреть просто по факту, к кому из наших поэтов обращаются дети… Я бы почему сейчас поэту обращаюсь? Нет, показатели, показатели. Я бы думала, что она приезжает, значит, она… Прагматика в чем, опять же, если сегодня говорить. Значит, нет, ну, вы как, все-таки все же школьное преподавание литературы было сколком литературоведения. Литературоведение задавало… Оно и осталось таковым. Ну, никакого отношения это не имеет к процессу, который идет сегодня. Если бы мы сейчас, например, по пути определенного там изменения, ну, опять-таки, конечно, все проекты, но все равно литературоведческая задача, как говорится, школа подтянулась. То есть это всегда происходит. Это да. Так, и очень, пожалуйста, Виталия, можно? Мы сейчас круг завершим, ладно? Пожалуйста, Володя. Спасибо, что мне дали, Виталий. Да, еще не впереди. Ко всему, что я услышал, особенно возравновали слова о том, что, ну, это и не секрет, что существуют великие поэты, которых мы не знаем. Но, наверное, это вообще проблема всей культуры, а не только поэтической культуры, потому что культура сама по себе так работает, что она создает очень много различных произведений во всех областях, но только определенная часть доходит до зрителя, до слушателя. Это вот просто с этим как-то надо смириться. И другой вопрос, который мне тоже, вот я обратил внимание, мне близок, то, что говорят о том, что очень сильно расширилось информационное поле. Но, наверное, все-таки нужно еще прислушаться к другой точке зрения, которая говорит, что оно не может расширяться бесконечно, и, будем говорить, информационное поле каждого человека ограничено, в первую очередь, его развитием, его мозга. То есть, словно говоря, если в планшете, ну, скажем, у там, обычного человека 60 книг, ну, там, у кандидата наук, ну, может быть, 600, которыми, ну, 600 нету. 600 нету. Если вы посмотрите, зайдете просто в кабинет там интеллектуала какого-нибудь музеифицированного, там, врача, скажем, я просто натолкнулся на эту мысль, когда увидел, у меня жена врач, увидел, что она примерно обращается к такому же количеству книг, как вот «Доктор XIX века», приблизительно, то есть, информация ограничена размером нашего мозга, она задана. И последнее, чему бы я хотел обратить внимание, тоже вот мысль такая прозвучала, что литературоведы не могут, почему-то не получается литературоведам делать открытия, как бы, но это тоже проблема для общественных, вот, всех наук, я не знаю, как там, в точных науках физика, но подозреваю, что примерно так же, что ни в археологии, то, что даже видишь сегодня, ни, ну, вот, ни в одной общественной науке значимых таких вот, ну, как бы, для общества значимых открытий специалисты, к сожалению, не делают. Они, наоборот, пытаются его принизить там и, как бы, ну, вот, так в обществоведении, например, в политологии, вы это все прекрасно знаете, открытия делают какие-то вообще левые люди и потом ту или иную идею тиражируют, потребляют. Вот такие скромные соображения. Спасибо. Спасибо. Наденька. Спасибо. Я, конечно, получила огромное наслаждение от беседы. Надо сказать, отдельные идеи, такие как поэзия, как камлания через шишку ритма, поэзия, как диоптрий, для меня вспыхнули буквально яркими звездами и немного затушевали то, что было рядом. Так что мне придется еще додумать и осмыслить некоторые моменты. Но я уже с восторгом и отчаянием думаю о том, что же я напишу, да? Да. Как это придется сократить и местами упростить. И все же как это будет интересно. Спасибо большое. Саша, ты скажешь? Саша, скажешь? Понятно. Вот действительно, я тоже получил удовольствие от того, что-то делаю и, по крайней мере, слышу. Я в своем время учился на Восемьевской физико-математической школе. О, мы с вами вместе. А в каком году вы же? Сейчас. А когда закончили? Я думаю, что не стыклини с языками-то? Я позже, 75-го. Ну вот, разрыв. И там были такие встречи, когда было приятно послушать. И даже мысли проявляются. И даже еще что-то. Это бывало редко, но я уже покажусь, и здесь подробно в такую же. Ну а что касается всего, что говорилось, я, конечно, не специалист в области языка, но у меня есть банальная такая мысль, что наш мир дается нам, нашим языком. Скажем, мир человека, владеющего английским как родным, будет не такой, как мир такого человека. Не говоря уже, о том, что там нету слова «голубой», нету слова «сметана», там слова «короткие», там мысли «короткие» не задается нашим языком. Что делает поэт? Он пытается наш язык расширить на разных уровнях, на терминах, на знаках, в образах. То есть язык, как-то же, многоуровневости. И вот у кого-то это получается. Взять того же Маяковского. Взять тоже Кванцева, Есенина там. Ну и современных можно взять поэтам. Можно взять. Можно взять. И сделать это общим достоянием. Потому что пока новыми терминами, образами владеет один человек, это ничто. Нужно, чтобы была какая-то договоренность общее в этом направлении. И вот это их работа. Неважно, как это называется. Наука, не наука, метод, не метод. Это их работа. Сделать то, что может наш язык обогатеть и расширить общим достоянием. Это работа. И литература Ахматова там, еще кого-то. Это все, что это кошмар. Сделать Ахматову общим достоянием. Зачем? Если вы не знаете, то есть достояние на бане. На бане. Еще, короче, в литературе, еще одно задание получили. И Марина, пожалуйста. Виталия, можно закончим? Марина, пожалуйста. Ну, я поняла, что у нас закрыть Мария Турчу-Дорфона всегда. Открыть нас всегда Загидужину. Виталия Кальпиде вообще. Выкинуть Адисея Лиаду со стола, Виталия Кальпиде поставить энциклопедию. И, в общем-то, хотелось бы прочитать диссертацию о Викторе Телевине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...